Здравствуйте, меня зовут Хохлова Ольга, я актриса, я преподаю актерское мастерство. Как только я закончила институт, я закончила высшее театральное училище имени Щепкина, я сразу осталась ассистентом педагога на следующем курсе. Сейчас я уже преподаю актерское мастерство в училище при консерватории, снимаюсь в кино, очень болею педагогикой, очень болею театром. Хотела бы, чтобы это было высоким, действительно высоким искусством. Получаю огромное удовольствие от взаимодействия со студентами. Я люблю свою профессию, люблю театр и хотела бы с вами поделиться основными знаниями. В любой сцене есть исходное событие. Выгоднее для артиста появляться в сцене, наоборот, активнее, легче. Артист обязан делать домашнюю работу. Это ты должен все расписать, ты должен найти логику. В театре у тебя один дубль, в кино, наоборот, дублей много. Нужно сделать это сиюминутно, а ты уже воспринимаешь это пятнадцатый дубль. Кино и театр. И вообще в чем различие существования актера в кино на съемочной площадке и в театре на сцене? Конечно, основное различие в том, что в театре артист существует поступательно, переходя из сцены в сцену, как и задумано, заложено автором. То есть по порядку. В кино же можно попасть в такую ситуацию, что вначале снимается финал фильма, потом его начало, потом середина, потом переснимается начало. И опять туда-сюда все зависит от локаций, в которых снимается, от КПП, от очень многих организационных факторов. Поэтому, конечно же, когда артист снимается в кино, очень важно, чтобы он очень точно и методично подготовился к этой работе. В чем эта подготовка? У каждого артиста, который снимается в кино, обязательно должна быть тетрадка, ну или это в сценарии можно писать, где написан событийный ряд. Ты пишешь, что случилось в этой сцене, какое событие, что произошло, что твоего героя поменяло, какие-то важные факты, важные события, важные обстоятельства, возникающие в жизни персонажа. То есть это пишется к каждой сцене, к этой сцене, потом к этой сцене. Плюс бывают события, которые происходят за кадром. То есть эти события не видит зритель, а, например, снимается одна сцена, потом в другой сцене говорится о том, что что-то произошло, а потом снимается твоя вторая сцена. Но вот это событие, которое произошло за кадром, оно все равно у тебя произошло. То есть ты должен написать это событие в свой событийный ряд. В любой сцене есть исходное событие. Это что называется, чтобы артист выходил не из-за кулис, чтобы он нес шлейф того, что уже произошло. Потому что если артист не знает, что перед этим было, он заходит на площадку, что называется, пустой. То есть с ним ничего не произошло. Он вот новенький, чистенький, спокойненький. Не может быть такого. Соответственно, выигрышней заходить в сцену так, чтобы событие тебя меняло. То есть если событие происходит то, которое замедляет, так скажем, твое сердцебиение, какое-то крупное, когда человека может парализовать как-то, внутренне я имею в виду, то тогда выигрышней и выгодней для артиста появляться в сцене, наоборот, активней, легче. Это называется быть спиной к событию. И вообще это тоже один из основных законов и сцены, и кино, что из-за чего бывает сложно быть сиюминутным. Потому что мы артисты, мы же люди, я же читала сценарий, и я знаю, что сейчас произойдет. Ну, я знаю это, потому что я читала сценарий. Но ваш персонаж не знает этого. И, соответственно, вы должны войти в сцену так, как будто вы не знаете того, что сейчас произойдет. Это, с одной стороны, очень сложно отключиться от этого. С другой стороны, если у вас это получается, то тогда все встает на свои места, и тогда вы можете воспринять это событие. В идеале есть даже специальная профессия на площадке. Это человек, который как раз-таки следит за стыками монтажными, следит за тем, как был одет персонаж в той сцене, как в следующей, чтобы это все монтировалось. Но я считаю, что артист обязан делать домашнюю работу. Артист обязан это делать в первую очередь для себя. Потому что, во-первых, не на каждой съемочной площадке такой человек специально обученный есть. Это во-первых. Во-вторых, ты отвечаешь за свою работу. Ты отвечаешь за то, что увидят зрители. Конечно, главный режиссер и его задачи, но тем не менее видят тебя. И нельзя полагаться на кого-то другого. Ты должен сам понимать, в идеале, чтобы вы это все обговаривали с режиссером. Но тоже бывают разные ситуации. Бывает, что проекты запускаются, бывает, что тебя утверждают, а у тебя съемки через три дня. И, конечно, в таких ситуациях долгого подготовительного периода, такого периода, как в театре, не происходит. То есть ты должен сходу вскочить. Но это твоя домашняя работа, это все сделать. Это ты должен все расписать. Ты должен найти логику. Хороший режиссер, конечно, тебе ее объяснит. Но это не снимает ответственности с артиста. А вот в театре ты выходишь в первой сцене, что-то происходит. Ты это событие воспринял, оно у тебя уже есть, тебя уже поменяло. Дальше ты выходишь уже с этим событием и с этим шлейфом в следующую сцену. И так поступательно. Конечно, для проживания это в какой-то мере проще. И в театре все-таки подготовительный период, опять же-таки, чаще. Он дольше. В театре есть долгий, что называется, застольный период. Это период, когда вы читаете пьесу. Когда вы собираетесь за столом, берете пьесу и читаете по ролям, вы обсуждаете, обсуждаете сверхзадачу, обсуждаете линию каждого персонажа, пытаетесь пристроиться друг к другу пока так наметками, кто к кому как относится, какие взаимоотношения между этими персонажами, какие между теми. И из послеподготовительного периода уже застольного вы встаете на ноги и выходите на сцену и начинаете уже репетировать на сцене. Чаще всего вначале в реп-зале, опять же-таки, каким-то этюдным, может быть, методом. Потом вы выходите, например, на большую сцену, где уже вы репетируете в декорациях. Потом вы начинаете следующий этап, когда и костюмы, и декорации, и доходите до финала, когда уже сводятся еще с переходами, перестановками. Как с одной сцены идет перестановка всех декораций на другую сцену. В кино, если артисту очень везет, и он попадает в хорошее, большое кино, где выделено время на читку, где выделено время на обучение каким-то профессиональным навыкам, то верховая езда или, может быть, какие-то, если ты играешь врача, у тебя есть возможность ходить в больницу и наблюдать за работой врачей. Это тоже очень важный аспект работы актера. Если твой герой имеет профессию, ты должен постараться овладеть этой профессией. В любом случае, ты должен подготовиться и понять, как правильно держать скальпель, какие последовательные действия. Ты должен присвоить профессиональный язык. Это в любом случае. И это тоже домашняя работа артиста. Если во время съемок выделяется на это время, это большое счастье, большая удача, большая радость. И каждый артист мечтает поработать в таком проекте, где можно какое-то время как раз-таки вживаться в образ, чтобы воплотить его потом на экране. И, конечно, если долгий подготовительный период присутствует в съемках, то тогда это облегчает и сам съемочный процесс, потому что ты уже в материале. Но часто бывает, что во время съемок многие вопросы решаешь онлайн, что называется. Ну, то есть во время мы приезжаем на площадку, дают текст, и вы порепетировали и сразу сняли. То есть нет вот этого долгого периода погружения в материал, погружения в персонаж, погружения в взаимоотношения этих людей, про которых снимается кино. В театре у тебя один дубль, в кино, наоборот, дублей много. Но как, с одной стороны, это сложнее, что в театре у тебя на один спектакль одна попытка, и ты не можешь переиграть, то в кино, с одной стороны, вроде легче. Ты можешь несколько раз попробовать, ну, там не получилось, или текст, или что-то какой-то запритык, вроде можно снимать дубли. Но, с другой стороны, бывают дубли технические, бывают дубли тоже из-за того, что что-то не получилось, и подряд играть, например, сцену, и подряд постоянно повторять, повторять какую-нибудь одну и ту же реплику, это тоже тяжело. Потому что тебе же все равно нужно сделать это здесь и сейчас, нужно сделать это сиюминутным, ты должен воспринять это сейчас. А ты уже воспринимаешь это пятнадцатый дубль, а может быть, это четырнадцатый час смены. И, конечно, это отличие, но здесь есть свои плюсы, свои минусы и, естественно, свои сложности. И, конечно, еще в чем разница? Это в том, что в театре то, что называется, надо играть на ярус. Но, конечно, тут должна быть поправка на конкретно какой зал. Потому что бывают залы камерные, где стоит пятьдесят стульев, и они стоят рядом к сцене, и ты со зрителем общаешься как с партнером на сцене, зрителя рядом. А есть площадки, где есть три яруса, и тебе, соответственно, нужно существовать так, чтобы это долетело до яруса. Нужно, чтобы слышали твой текст, как минимум. Нужно, чтобы видели твое изменение. Соответственно, конечно же, это укрупняет существование актера. Но нужно укрупнить свое восприятие, укрупнить все, но при этом остаться правдивым. То есть уже очень много лет назад театр ушел от какой-то декламации, от специальной наигранности уже очень давно. То есть все равно театр должен быть реалистичным. Но таким реалистичным, чтобы я вроде говорю шепотом. Я шепотом говорю партнеру, а мой шепот должны услышать на ярусе. И это, конечно, уже актерская техника, которой нужно владеть. Есть такое понятие, как сценический шепот. Это нужно понимать, когда ты четко говоришь шепотом, но тебя слышно. Должен быть совершенно другой посыл. И, конечно же, соблюсти этот баланс крупных восприятий, крупных в какой-то степени оценок. Крупных – это значит заметных и видных. И реалистичности проживания. А в кино наоборот. В кино крупный план. А что значит крупный план? Крупный план – это значит, что ты не можешь очень сильно включать свою мимику. Иногда пытаются операторы выстроить очень красивый план. И им наоборот требуется, чтобы твое лицо было максимально спокойным. Но при этом без движений лица каких-либо ты должен передать то, что с тобой происходит. Это другая крайность. И это другая сложность. Потому что как? Не двигаясь. А иногда такой крупный план, что если у тебя что-то дернется глаз, это заметно. Если ты чуть-чуть нахмуришь брови, это заметно. А этого не может быть. Как передать одними глазами все, что с тобой происходит? Здесь, соответственно, помогает точное проживание здесь и сейчас. И восприятие здесь и сейчас. И, конечно, когда снимается кино, много технических аспектов, как то, что бывает, ты не можешь видеть партнера, потому что у тебя стоит камера вот здесь, а партнер подкидывает, а может и не подкидывает текст с другого конца комнаты. А тебе нужно воспринимать его вот здесь, как будто он стоит здесь. Но это опять же таки, если бы, если бы он стоял здесь. И, значит, я выбираю себе какой-то объект, на который начинаю действовать вместо своего партнера. Поэтому, с одной стороны, актерское мастерство одно, с одной стороны, профессия одна, профессия актер, а такие разные форматы существования. И хороший артист, в идеале, конечно, должен уметь владеть и одной техникой, и другой, и уметь переключаться, когда это нужно. Очень важно доносить свою мысль до зрителя. Нужно для начала понять, где они. Это может занять много времени. Это физический зажим и психологический. Полностью сильно вот так вот напрячься от макушки и до самых пяточек и расслабиться. Актерская разминка. Уже ни для кого не секрет, что инструмент актера в работе – это он сам. Соответственно, для того, чтобы правильно функционировать и все смочь исполнить на сцене или в кадре, он должен размять свой актерский аппарат. Сюда входят как и внутренняя составляющая, так и внешняя. Сегодня мы поговорим с вами о понятии зажим. Что это такое и как с ним бороться. Зажимы бывают двух видов. Это физический зажим и психологический. С физическим зажимом работать проще. И я сегодня расскажу вам несколько упражнений. А вот психологический зажим – это уже намного сложнее. Потому что у нас у всех есть комплексы, у нас у всех есть страхи. Мы, когда выходим перед аудиторией, основной страх у большинства людей – это страх того, что его не поймут, что над ним посмеются, что подумают, что он глупый или некрасивый. И вот с этим очень важно работать. Потому что очень важно доносить свою мысль до зрителя. Очень важно доносить то, с чем ты пришел и обращаешься к аудитории. Начнем с физических зажимов. Для того, чтобы их проработать, нужно для начала понять, где они. Есть несколько очень простых упражнений. Давайте вы попробуйте вместе со мной. Это упражнение желательно выполнять лежа. Вы можете лечь, полностью расслабиться, закрыть глаза. И это упражнение я называю рентген. Попробуйте мысленно от макушки и до самых пяточек внутренним рентгеном пройти каждую клеточку тела, макушку, лоб, щеки, шею. Очень внимательно просмотрев полностью все свое тело. Это может занять много времени. Проходите глазами очень внимательно, очень сконцентрированно. Все свое внимание направляете только на себя, только на свое тело. Пытаетесь понять, где у вас может быть... Вот вы проходите так глазами и понимаете, что здесь что-то как-то неудобно или как-то чешется. Тогда вы можете представить очень хороший прием визуализации. Вы можете представить, что это место у вас какое-то красное, воспаленное. И своим воображением пытаетесь окрасить, например, в зеленый цвет или в бледно-розовый. Ну, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. И вот таким образом проходите все-все-все свое тело. Во-первых, вы находите, где у вас зажимы. А во-вторых, вы вспоминаете вообще, где у вас какие части тела, где у вас какие мышцы. Это очень немаловажно, потому что мы в обычной жизни привыкаем ездить за рулем, привыкаем смотреть в телефон согнутые. Поэтому вы, когда вот это вот все закончили, вы себя полностью просмотрели, поняли, где неудобно, попробовали полностью расслабить это место. И чтобы вы проверили себя, что значит полностью себя расслабить, представьте, наверное, вы знаете такой прием на морозе, когда вы стоите на остановке и, например, ждете автобуса, и очень холодно, и очень помогает, что сделать? Полностью, сильно вот так вот напрячься, все-все-все-все-все, каждую мышцу и расслабиться. Послушать себя. Можно опять закрыть глаза, можно открыть, это как вам удобно. Опять полностью, вот сильно-сильно напрячься, напрячься, напрячься и расслабиться. Главное почувствовать, вот как у вас кровь начинает приливать к каждой конечности. Это, ну, если вы опять же таки ждете автобуса на морозе, на остановке, это просто поможет согреться. Но это ощущение вы должны запомнить, что значит реально расслабить мышцу. Вот это ощущение, оно приходит после того, как вы сильно напрягли ее, а потом расслабили. Также вы можете это использовать тогда, когда вам нужно вот прямо сейчас выйти на сцену, к аудитории, представляете ли вы свой какой-то проект, это неважно. Очень помогает. Три раза напряглись, сильно расслабились. Напряглись сильно, все-все-все, расслабились. Не забываем, что лицо, на лице у нас тоже мышцы, поэтому напрягаем все. Главное в этот момент не стесняться, не бояться, что вас кто-то увидит, что кто-то скажет, а что это за человек, почему он так морщится. Это неважно. Неважно, кто что подумает, кто что скажет. Главное, что вы проработаете свою проблему в этот момент. Дальше, следующее упражнение, оно чуть-чуть посложнее. Опять же, желательно это делать лежа по той причине, что у большинства людей основной зажим в ногах и в плечах. Основной зажим. И поэтому, когда вы стоите, у вас все равно ноги могут быть напряжены и все равно это может вас сдерживать. Поэтому желательно лечь. Вы берете, например, одну руку. Вот вы лежите, берете руку и полностью напрягаете только одну руку. Все остальное расслаблено. Вы правую руку напрягли и проверяете, что левая расслаблена, шея расслаблена, голова расслаблена, лицо расслаблено. расслабляйте руку. Опять же таки, не бойтесь давать себе на это время, это очень важно и это очень полезно. Дальше вы одну руку проработали, берете вторую руку, проделываете то же самое, напрягли одну, расслабили, с ногой, правой, левой, спина, лицо, можете только лицо напрячь, все-все-все, я даже говорить не могу, когда я полностью напрягаю лицо. Расслабили. Следующий уровень этого упражнения, это когда вы это напряжение перекатываете, но это еще чуточку сложнее, потому что обычно мы начинаем, например, напрягать одну руку или даже если начать просто только пальцы, мы автоматически вот здесь тоже немножко зажимаемся, потому что мы очень хотим правильно напрячь правую руку, поэтому мы так стараемся, что зажимаем все остальное. И здесь очень нужно ваше внимание, об этом мы тоже чуть попозже поговорим, ваше внимание, чтобы его сконцентрировать именно на одной руке, именно на одном пальце. Итак, вы напрягаете пальцы, проверяете, что все остальное у вас расслаблено, у вас напряжены только пальцы, это на самом деле очень-очень сложно. Потом вы расслабляете пальцы и перекатываете напряжение в руку, в предплечье и проверяете, чтобы остальное у вас все было свободно. Дальше вы перекатываете напряжение в плечо и опять же таки проверяете, чтобы все остальное у вас было свободно. И вот так проходите по всему своему телу, Напрягаете живот, потом вы можете в хаотичном порядке, это как вам удобнее, напрягаете живот, потом можете напрячь правую ногу, бедро, потом икру. Но, опять же таки, стоя это сделать, конечно же, сложнее, потому что все равно ваши ноги вас держат и находятся в неком напряжении. С опытом это напряжение становится тонусом. Но изначально желательно все-таки себе сделать комфортные условия, для упражнений. Вот так вот вы поперекатывали напряжение из ноги в руку, из руки в ногу, через спину, в лицо. После этого обязательно нужно потрястись, полностью расслабиться, не бойтесь. Можете потрясти головой, потрясти руками, корпусом полностью. И не бойтесь, пожалуйста, показаться в этот момент смешными, потому что, как только вы начинаете стесняться, в этот момент включаются психологические зажимы, о чем мы поговорим чуть позже. И вот вы потряслись ногами, руками, и опять легли, и опять, ну, уже чуть быстрее просмотрели, поняли, как у вас, почувствовали, как у вас задышали мышцы, почувствовали, как у вас, вообще, что у вас есть кровь. Вы ее почувствуете, вы поймете, что есть части тела, о которых вы просто забыли в обычной жизни. И это очень-очень важно. После этого есть упражнение на фантазию. Что мы делаем? Представляем, вот, что, допустим, через указательный палец правой руки, это может быть указательный палец левой руки или большой палец правой ноги, это неважно совершенно. Представляете, что вам, как будто вы, внутри полы, ваше тело пустое, это как сосуд, и вам через палец туда тихонечко попадает масло, ну, жидкое масло, как подсолнечное или оливковое, что-то в этом роде. Вы своей фантазией контролируете поток этого масла. И ваша задача такова. Оно вот к вам в тело поступает, и вы начинаете вот этот поток масла распределять внутри по всему своему телу. То есть каждый палец, вот чтобы здесь ладошку изнутри, тыльную часть ладони изнутри, вся рука, чтобы это масло полностью вас окутало изнутри. Как это упражнение работает? Во-первых, вы сосредотачиваете свое внимание на конкретном действии. И в этот момент вы перестаете в идеале думать, опять же таки, как вы выглядите со стороны. А это первый и очень крупный шаг к победе над своими зажимами. И вот так вот вы проходите полностью, полностью, полностью. И плюс второе этого упражнения, что ваш мозг дает вам очень точный импульс работы каждой вашей мышцы. И ваше тело становится готовым к работе, ваше тело становится открытым к работе, ваше тело становится расслабленным. Но, естественно, не надо путать расслабление с вялостью. Расслабленное – это не то, что я так, ну, как-то я расслабилась. Нет. Я в активе, я готова работать, я готова говорить. Но при этом у меня нигде мышца меня не зажимает. Потому что, когда зажаты мышцы, у вас не может выходить правильно звук. Это… Об этом мы с вами еще поговорим в другом уроке, который касается сценической речи. Но это… Сейчас я такой… Ну, заманушечку небольшую вам брошу. Вы проходите все свое тело, чтобы все тело у вас внутри стало в масле, такое мягкое, податливое, напиталось этим маслом. И не бойтесь, это не значит, что мне нужно так. У меня течет масло внутри. Что же мне с этим делать? Поиграйте в это. Вы вот, когда себя смазываете, вы начинаете чувствовать себя, вы начинаете понимать, где у вас что находится. Вы начинаете вспоминать вообще, кто вы есть, и чувствовать свои границы. Это очень важно для существования на площадке, для того, чтобы вы понимали, как вы можете двигаться, для того, чтобы вы обрели свободу. И вот так вы проходите все тело. Вы можете наклоняться, вперед, трясти головой, чтобы голову-то тоже нужно, черепную коробку изнутри смазать. Вы можете подтягиваться, делать все, что угодно. Не сдерживайте себя в этом, не стесняйтесь, не бойтесь, потому что если вы все выполните правильно, то тогда вы после этой небольшой разминки выйдете абсолютно новым человеком. Абсолютно новым человеком. Потому что ваше тело задышит. Дальше. Есть такое же упражнение на фантазию. Вы можете представить, что вы кукла. Вот как мягкая игрушка. И можете представлять, как, например, вас берут и подвешивают на гвоздик за какую-то часть тела. Опять вы можете выбрать любую часть тела. Например, за локоть. Очень важно, чтобы у вас в напряжении был только локоть. Все остальное вы расслабляете. Вот у вас болтается кисть, болтается голова, болтается другая рука, болтается корпус. И вот так вот вы представляете, на одной руке повисели. Можете себя зацепить за шею. Вот так повисели, поболтались, потряслись, почувствовали опять себя. Другую руку. И вот в таком формате вы продолжаете это упражнение. Это, опять же-таки, помогает включить голову и помогает включить связь головы и тела. Потому что наша голова дает нам очень точные и всегда верные импульсы. Но когда у вас тело зажато, когда оно у вас не разработано, тогда у вас не происходит вот этого контакта. То есть голова может импульс посылать, а тело не понимает, как на это реагировать. Для этого свой аппарат нужно разминать. Следующее упражнение вам поможет сосредоточить внимание. Что мы делаем? Мы, опять же-таки, закрываем глаза. Можно это делать сидя, можно это делать стоя. Это в данном случае не очень принципиально. У нас есть три круга внимания. Первый круг внимания – это я. То есть для каждого человека он, это не я ваш первый круг внимания, а вы каждый для себя первый круг внимания. Это первый круг внимания. Второй круг внимания – это помещение, в котором мы находимся. Комната – это офис, кабинет. Не важно, какое помещение. То, где вы находитесь. И третий круг внимания – это то, что находится за пределами того помещения, где вы находитесь. В чем упражнение? Вы закрываете глаза и пытаетесь сосредоточиться на себе. Это похоже на первое упражнение, про которое я говорила, рентген. Вы сосредоточились на себе, поняли опять, пробежали, почувствовали себя, попытались услышать свое тело, где некомфортно, где что-то давит или чешется. Можете поработать с этим. И вообще не бойтесь, живите, какой вам организм импульс дает, поддавайтесь ему, не стесняйтесь. Вы поняли, что вот здесь что-то тянет, поболтали ногой или что-то хрустнуло. Все, себя вы посмотрели, первый круг внимания у нас есть. Дальше вы перекидываете свое внимание на помещение, в котором вы находитесь. И очень-очень внимательно начинайте прислушиваться. Просто прислушиваться. Вот что за звуки? Какие звуки? Вот я сейчас слышу, что что-то гудит. Вот что-то гудит, может быть, это вентиляция. Я не знаю, что это, но я слышу звук. И я сосредоточу свое внимание только на этом звуке. В этот момент может кто-то пройти, и я услышу шаги. То есть я свое внимание направляю на все, что происходит только в этой комнате. Важный момент. Если вы пытаетесь себе сказать, что так, я не думаю о себе, я не думаю о себе, я думаю только о вентиляции. Значит, вы думаете о себе в этот момент. Нет, не надо говорить о том, о чем вы не думаете. Нужно все свое внимание сосредоточить только на этом звуке. Дальше, когда вы прошли все, что вы можете пройти в этом помещении, вы перекидываете свое внимание в третий круг внимания, за пределы этого помещения. И там уже вы можете услышать, может быть, сосед сверху сверлит дырочку в стене, чтобы повесить картину. Может быть, кто-то из ваших домочадцев включил чайник, и он шумит. Может быть, за окном сигналят машины на перекрестке. Ребенок проехал на велосипеде, собака залаяла. Неважно. Вы все внимание направляете за пределы этого помещения. И опять же таки, работает тоже правило. Вы не думаете, если в вашем втором круге внимания какой-то громкий звук, это не надо думать так, этот громкий звук, я не буду обращать внимания на этот громкий звук. Значит, вы свое внимание опять на него обратили. Нет, нужно только сосредоточить внимание там. И тогда это сработает. Вы можете себя тренировать так в любой обстановке. Также можно свое внимание пытаться, например, вы едете в машине. Но желательно, чтобы это было не за рулем, чтобы не отвлекаться от основной задачи доехать с точки А в точку Б в безопасности. Если вы едете в такси или на пассажирском общем сидении, или на заднем сидении, работает радио в машине. Опять же таки, есть гудки машин, которые снаружи. Может быть, у вас есть ваши попутчики, которые между собой разговаривают. Постарайтесь свое внимание поперекидывать с одного объекта внимания на другой. Например, я начинаю слушать радио. И я очень концентрируюсь только на радио. Исключительно. Я отстраняюсь от всего остального, но не потому, что я думаю обо всем остальном, а потому, что я очень хочу услышать все, что происходит по радио. Также, например, на беседу попутчиков. Или это могут быть не обязательно звуковые эффекты. Это может быть зрительные. Вы можете начать считать желтые машины, которые проезжают мимо. Не важно совершенно. Любой объект внимания. Но вы все свое существо направляете именно на этот объект внимания. Вы понимаете, вы видите, что в нашей обычной жизни вы имеете возможность работать над собой. Вы имеете возможность развивать свой аппарат. Потому что та разминка, о которой я говорю, она нужна и важна не только актерам. Потому что все мы в обычной жизни попадаем в ситуации, когда нам нужно общаться с собеседником, когда нам нужно донести какую-то мысль. Говорю я с подчиненным, чтобы объяснить ему задачу. Или наоборот, я разговариваю с начальником, и чтобы как-то правильно объяснить свою ситуацию. В любом случае у нас есть партнер, с которым нам нужно взаимодействовать по жизни. И для того, чтобы вас не стесняли ваши физические зажимы, очень полезно себя разминать. Тоже похожие упражнения. Можно что сделать? Встаете и начинаете себя растягивать. Растягивайте руки в разные стороны, ноги, голову. Тянете позвоночник наверх. Можете покрутить головой, ноги, суставы. Не думайте о том, как вы в этот момент выглядите. Просто пытайтесь услышать свое тело. Пытайтесь почувствовать, опять же-таки, где у вас руки, где у вас ноги, где у вас ноет. Вы почувствуете приятное ощущение, когда вы свой организм запустите. Можете представить спортсменов. Все наверняка видели какие-то спортивные мероприятия, турниры, которые показывают по телевизору. Вы же видите, когда спортсмен разминается, он очень сосредоточен на себе, на своем теле, на том, насколько он готов сейчас выйти и побить мировой рекорд, например. Он не думает о том, как смотрят на него очень много людей, полные трибуны людей. Но спортсмен в этот момент не думает вообще о них. Ему совершенно не важно, насколько он глупо выглядит, как-то разминая себя, прыгая или что-то. Потому что у него есть задача, у него есть цель и у него есть дело. И так мы плавно переходим к психологическому зажиму. Основной путь спасения от психологического зажима – это если вы займетесь делом. Потому что когда мы заняты делом, мы в этот момент перестаем думать о том, как на нас посмотрят, что о нас подумают. Потому что мы заняты делом, мы делаем то, что нам сейчас необходимо. И это к вопросу о объектах внимания. Например, мне нужно завязать шнурок. Я сажусь и завязываю шнурок. Я же не думаю в этот момент, насколько, особенно если я опаздываю, я не думаю в этот момент, насколько я криво села, чтобы завязать шнурок, потому что мне это необходимо сделать, чтобы там побежать, чтобы не опоздать на важную встречу, к примеру. Здесь то же самое. Когда вы выходите к аудитории, на публику, вы должны понимать, что у вас есть дело, у вас есть основная мысль, которую вы хотите донести. И ваше внимание должно быть сосредоточено только на том, получается у вас это сделать. Донесли вы свою мысль, нашли вы глаза, которые заинтересованы в вас. Тогда, если вы занимаетесь своим делом здесь и сейчас, тогда вы не будете думать о том, насколько глупо или коряво вы выглядите. Вы будете заниматься делом. И тогда вы станете свободным, расслабленным, органичным и заразительным. Что такое действие? Я хочу человека напугать. Ошибка будет искать интонацию. Мы же не придумываем интонации. Ищу другой подход, ищу другое действие. Это интересно? Нет. Такой спектакль хочется смотреть дальше? Нет. Взаимодействие с партнером, восприятие и действие. Система Станиславского основана на действии. Что такое действие? Если в двух словах, то это одно слово-глагол, направленное на изменение партнера. Что это значит? Это значит, что я хочу поменять партнера. То есть у меня есть какая-то задача, заложенная драматургом. Ну, у моего персонажа. Есть какая-то задача. И чтобы этой задачи добиться, мне нужно изменить партнера. И каждая моя реплика должна работать на это. Что значит изменить? Это значит, что я разбираю сцену свою по действиям. Вот это то, что одно слово-глагол. Это должно быть действенное слово. Например, что является действием? Я хочу человека напугать. Обратите внимание, что меняется от этого глагола партнер. Меняюсь не я, а партнер. То есть я хочу изменить партнера. Вот чтобы вы понимали, например, глагол переживаю – это не действие. Потому что он направлен на себя. Я переживаю. И что? И зачем наблюдать зрителю? Тогда неинтересно. Вообще в основе системы Станиславского лежит партнерство. И партнер. Для артиста на сцене самое-самое важное – это его партнер. Все наши темы будут пронизаны этим. Абсолютно все. Артист всегда на сцене должен заниматься делом. Либо физическим, либо внутренним. Но всегда это дело. Это всегда действие. Я всегда работаю в партнера. Я хочу изменить его. Я не хочу выйти на сцену и показать, что я переживаю. Тогда я начинаю ковыряться в собственном пупке. И забываю о партнере. И начинаю что-то опять думать, как я выгляжу, как я переживаю, насколько я делаю это артистично. И тогда провал. Тогда артист не живой. Тогда за ним неинтересно наблюдать. А интересно наблюдать тогда, когда у меня есть задача, у меня есть партнер. И чтобы добиться этой задачи, я пытаюсь изменить этого партнера. Еще важный момент. Вы можете подумать, что это речь об интонации. Интонация это всегда результат. Результат точного действия. Что это значит? Это значит, что у меня есть сцена. И я разбираю эту сцену по действиям. Я понимаю, что этой репликой я хочу своего партнера, ну скажем, напугать. Этой репликой я хочу своего партнера заинтересовать. Этой репликой я хочу своего партнера уничтожить. То есть это не в прямом смысле слова. Это просто выбранные точные, действенные слова, которые нам помогают точно существовать, помогают точно действовать. Я разбираю сцену. Вот здесь у меня это действие, здесь это, здесь это. И ошибка будет, если я начну под эти действия искать интонацию. Что, например, я буду пугать, я скажу жестко, и он напугается. Нет. Опять история про себя. Я скажу так-то или так-то. Вообще, актерское мастерство – это не про себя и это не про как. Нам всегда говорили, что мы должны забыть слово «как». Мы должны помнить только вопрос «что». Не «как я это делаю», а «что я делаю». Что я делаю с партнером? Я его пугаю. А если я его пугаю, у меня есть точное действие, у меня есть точное понимание, что я хочу, чтобы он испугался. И я думаю только об этом. Мое внимание направлено только на партнера. И это не значит, что я обязательно должна смотреть на партнера. Я могу держать внимание на партнере, и будучи от него стоя спиной. Это не важно. Но мое внимание на нем, и мне очень важно его напугать. И если мое вот это внутреннее действие точно найдено и точно сделано, то тогда интонация родится сама собой. Это результат. И тогда она родится точной. И более того, тогда она каждый раз будет рождаться заново. Она будет живой. И это опять-то вопрос живого театра, живого артиста. Вопрос жизни на сцене. Пьеса одна и та же, играется в 125-й раз. Ну, текст точно такой же. Но, когда я знаю свой разбор по действию, что я делаю, я не отхожу от канвы, я не ухожу от линии. Я живая за счет того, что я думаю про действие, а интонации рождаются сами собой каждый раз разные. И вот оно, новый спектакль. Абсолютно новый. И это очень интересно, когда партнеры работают в сцепке, то, что петелька, крючочек называется. Это когда я действую на партнера, и моя главная задача его изменить. А дальше я слежу, у меня получилось его изменить или нет. Мне это важно. Мне не важно, как в этот момент я сижу. Мне важно понять, получилось ли у меня или нет. Получилось сделать шаг к достижению моей задачи в сцене или нет. А партнер, в свою очередь, воспринимает мое действие и пытается изменить меня. Ну, в зависимости от его задачи. И тогда люди на сцене становятся живые. Если подумать про жизнь, мы в жизни действуем всегда, всегда точно. Потому что мы в жизни знаем, что мы хотим. Мы это делаем подсознательно. Но если начать анализировать, это очень интересно. Я помню, когда я только поступила в институт, и на первом курсе нам начали объяснять, что такое действие, мы постоянно пытались нашего педагога подловить, когда она с нами разговаривала. Потому что она нам говорит, люди действуют всегда. В жизни вы действуете всегда. И когда она вела у нас занятия, что-то говорила, мы говорили, ой, а вот сейчас как вы подействовали? Ой, а вот сейчас что вы с нами делали? Потому что нам хотелось понять, а что это значит действие? Что это такое? И если вы обратите внимание на свою жизнь и возьмете какую-то ситуацию, одну, к примеру, берем ссора. Есть два человека, и один собирает вещи и уходит. Многие с этим сталкивались. И неверно играть, что вот я хочу уйти. Возможно взять, что я хочу изменить партнера, я хочу, чтобы, опять же таки, он испугался, потому что моя задача, чтобы он попросил прощения. То есть мы поссорились, и я хочу, чтобы он попросил прощения. Это моя задача. И дальше я начинаю действовать на него. Я могу действовать словом, но подбирай внутреннее точное действие, и я могу действовать без слов, но я все равно на него действую. Например, я начинаю собирать вещи. Что это такое? Вот, я начинаю собирать вещи. Я их собираю, могу более демонстративно, менее демонстративно, не важно, но я собираю вещи. Это мое действие на партнера. Я, например, его хочу напугать, чтобы он изменился, чтобы он испугался и в итоге попросил у меня прощения. Другое дело, в чем интересен конфликт на сцене, когда я делаю это, ну то есть я действую на него, я хочу его напугать, а он, например, не отвечает мне то, что я хотела. Я хотела начать собрать вещи, собирать вещи, этим на него подействовать, а он испугается, падет передо мной на колени, будет просить прощения, а он этого не делает. И тогда мне нужно это воспринять, мне нужно это оценить и дальше начать действовать дальше. Значит, надо искать другое действие, значит, нужно искать другую пристройку. Но задача-то у меня остается та же самая. Точно так же моя задача может быть, чтобы меня остановили, уйти, чтобы остановили. Тогда все наше существо в жизни начинает очень точно действовать. Но на сцене нужно учиться этому заново, потому что в жизни у нас это происходит подсознательно, потому что мы в жизни знаем, что мы хотим. А на сцене нам нужен разбор, нам нужно понимание. То есть мы, когда читаем, у нас какое-то одно впечатление, а дальше мы начинаем разбирать это все. Действенный анализ пьесы, по действию разбирать, что я хочу, что я делаю. И дальше уже с этим разбором выходить на сцену, видеть партнера и работать только с ним. Не с тем, как я стою, а с тем, что я с ним делаю. В жизни мы же не придумываем интонации. Вот задумайтесь. Прям вот сейчас задумайтесь, вспомните какую-то ситуацию. Ну, просто я вам предлагаю ситуацию ссоры, потому что она очень простая, очень бытовая и очень понятная. Но, как это уже все анекдоты про это. Когда что-то случилось, ты обиделась? Нет, я не обиделась. Нет, все нормально. Нет, конечно. Что я делаю? Я не придумываю интонацию. Я хочу изменить партнера. Я хочу его уничтожить полностью своим текстом. Я не разыгрываю текст, я действую на него, чтобы от моего действия он поменялся и сделал то, что я хочу. И в жизни это происходит постоянно, каждую минуту, каждый час, всегда. Это непрерывная история. Абсолютно. А на сцене это нужно разобрать. Потому что, естественно, на сцене ты выходишь, и это не твоя кровать, это не твой холодильник, это не твоя жизнь. Это жизнь персонажа. Но ты должен понимать, что хочет этот человек, дальше уже присвоить и начинать добиваться этого от партнера. И вот в этом действенном разборе, вообще в действии в актерском, на этом основана система Станиславского, на этом основана работа артиста. Потому что, опять же таки, это процесс. Это не я выхожу, чтобы полюбоваться собой и во что-то поиграть, а я выхожу, чтобы заняться делом. Я выхожу, чтобы добиться своего. И это идет процесс, и это идет борьба. Борьба с тем, что партнер не делает в этот момент то, чего я хочу. А зритель, в свою очередь, опять же таки, он за этим наблюдает. Он наблюдает за тем, и он загорается и начинает сопереживать тогда, когда он видит этот процесс. Когда он видит, что это живые люди на сцене. Понятно, что они играют пьесу, понятно, что это кем-то придумано, кем-то написано. Но они живые. А почему они живые? Потому что они в процессе. Потому что они в восприятии партнера. То есть партнер мне что-то говорит, я это воспринимаю. Потом я это оцениваю, и исходя из этого, я уже действую обратно в партнера. Дальше партнер воспринимает, оценивает и действует обратно. По этому принципу артисты должны существовать, неважно, на сцене или в кадре, ну то есть в театре или в кино. Это не принципиально. Все равно работа одна и та же. Здесь много и про психологию. То есть про психологию вообще людей. И это очень интересно, когда ты начинаешь в жизни обращать внимание на то, чем ты на самом деле занимаешься. На самом деле, что ты делаешь в этот момент. И если начинать это анализировать, очень много нового узнаешь. И про себя в том числе. Ты начинаешь понимать себя. Ты начинаешь узнавать себя. Ты начинаешь быть более честным с собой. Тоже, к примеру, еще. Мы в жизни не всегда говорим то, что мы думаем. В каком смысле? Это не про вранье. Это про разные предлагаемые обстоятельства. Ну, я не могу позволить каким-то образом общаться с этим человеком. Но мне этот человек, например, неприятен. И тут я задаюсь вопросом. Что я хочу с ним сделать? То есть какое мне изменение нужно от этого человека? Например, я хочу его унизить. Но я не могу позволить себе это сделать впрямую. Но мы же можем в жизни и комплимент сделать так, что человек будет чувствовать себя размазанным. И это опять не про интонацию, а про действие. Что я делаю с ним? К примеру, есть сцена в свадьбе Фигара. Есть сцена, где Сюзанна, невеста Фигара, и его, как оказалось в конце, его мать, они между собой соперничают. И они сталкиваются в одном помещении. И их задача друг у друга выиграть. Их задача свою соперницу уничтожить. И на это положена вся сцена. А текст сцены, они говорят иногда друг другу комплименты. Такие комплименты, чтобы задеть. Но все равно комплименты, потому что они не могут впрямую сказать что-то плохое. И на этом построена вся сцена. Например, на этом же построена сцена... Я привожу примеры, просто достаточно такие известные, которые всем понятны. Например, сцена из пьесы «Укращение строптивой», когда Петруччо хочет укротить Катарину. Их первое знакомство. И там сцена построена на том, что они наоборот друг друга по тексту и по всему задевают, подкалывают, зацепляют. А по факту это люди, которые друг другу нравятся. То есть там тоже они говорят не впрямую. У них текст один, а внутреннее действие другое. И это возможно понять, опять же-таки, только при разборе, только при понимании, что такое действие, что такое действенный анализ. Каждую эту сцену нужно разбирать прям постепенно. Что я хочу? Я должна понять, какая у меня задача в сцене. Я хочу, чтобы она стала моей. Ну, я это Петручья. И, соответственно, я начинаю на нее воздействовать и действовать так, чтобы она сдалась. Она не сдается. То есть я ей говорю реплику с действием, а она не сдается, она меня отшивает. Я воспринимаю то, что она не так проста. Ищу другой подход, ищу другое действие, пристраиваюсь, действую. Опять то же самое. И то же самое со стороны Катарины. Она, у нее другая задача. У нее задача его выгнать быстрее. А она ему одну фразу, а он еще больше к ней. Она вторую, а он еще больше. Она тоже воспринимает то, что он не делает то, чего она хочет. И ищет новые пристройки, ищет новые действия. Но это не... Это с текстом иногда идет вразрез. Потому что это наш подтекст. Это то, что мы хотим на самом деле. И когда артисты на сцене занимаются этим, тогда складывается дуэт, тогда складывается взаимодействие, тогда на сцене что-то происходит. А это самое главное, чтобы на сцене что-то происходило. Иначе неинтересно. Когда артисты каждый сам по себе. Она сказала текст, он сказал текст. Она разыграла фразу, он разыграл фразу. Что произошло? Никто ничего не понял. Это интересно? Нет. Такой спектакль хочется смотреть дальше? Нет. Или кино? Нет. Что эти артисты каждый сам по себе существует. Это неинтересно, это не нужно, это неправильно. А вот сцепка – это то, ради чего стоит ходить в театр. Это три кита разбора. Например, мы опаздываем на самолет. Я пытаюсь с этой болью бороться, чтобы из раза в раз было хорошо. Причем я не против самодеятельности ни в коем случае. Но она все равно основана на законах. И он верит в это событие и меняется. Место действия, время действия и предлагаемые обстоятельства. Что это такое? Это три кита разбора. Разбора сцены, которой пользуются артисты для максимально живого и правдивого существования в сцене. Место действия. То есть, в принципе, вполне понятно. Место действия – это то место, где, собственно, это действие и происходит. Но подумайте о том, насколько место действия влияет на наше состояние, на наше самочувствие. Потому что мы же все знаем, что если мы, например, в библиотеке, то, соответственно, мы ведем себя определенным образом. Мы автоматически начинаем говорить тише. Мы не будем делать резких движений. То есть, наш организм подстраивается под это место действия. То же самое, что если мы на концерте, то мы автоматически начинаем вести себя по-другому. И опять же таки, если мы точно понимаем, где мы находимся, мы совершенно точно будем себя правильно вести. Это первая часть. Вторая часть – время действия. Тоже вроде все понятно, но тоже очень от времени действия зависит ваше психофизическое состояние. Одно дело – это я проснулась с утра, я только открыла глаза, делаю кофе и пытаюсь вообще понять, где я нахожусь. Либо это вечер, конец рабочего дня, есть некая усталость уже, то есть есть какой-то багаж, что происходило за этот день. Мы понимаем, в каком мы психофизическом состоянии находимся. И предлагаемые обстоятельства. Собственно, это обстоятельства, в которые помещен артист. У артиста чаще всего эти обстоятельства прописаны драматургом или сценаристом. Но если провести аналогию с жизнью, мы понимаем, что мы всегда помещены в какие-то обстоятельства, которые влияют на наше психофизическое самочувствие, на то, как мы ведем себя. Например, мы опаздываем на самолет. Это одни обстоятельства. Или наоборот, мы сидим и ждем перед дверью кабинета, ждем приема у зубного врача. Это другие обстоятельства. И, соответственно, другое психофизическое самочувствие. Это три простых, вроде как, пункта по разбору сцены. Но очень часто такое происходит, что в репетициях, когда особенно вы идете уже дальше, уже пробуете, взаимодействуете с партнером, иногда эти основные пункты немножко забываются, немножко уходят на второй план. И в эти моменты очень важно и полезно вернуть себя к началу разбора, особенно если репетиции застопорились, и вспомнить, так, а где я нахожусь? Я понимаю, что я нахожусь, как мы до этого говорили, например, перед кабинетом зубного врача. Соответственно, что я в этот момент чувствую? Как я себя ощущаю? Я волнуюсь, может быть, у меня это сопровождается какой-то физической болью, которая постоянно на меня действует. Это мой объект внимания. То есть я как-то взаимодействую с этой болью. И очень важный момент, что на сцене артист должен всегда находиться в борьбе. То есть если у меня болит зуб, я не пытаюсь сыграть, что у меня болит зуб, я не пытаюсь это показать всяческими, не знаю, путями, мимикой, жестами, пантомимой какой-то. Нет. Я пытаюсь с этой болью бороться. И тогда я начинаю заниматься делом. Это очень важно. Точно так же, например, такой понятный пример – алкогольное опьянение. Очень много артистов грешат тем, что они начинают это играть. Что я вот так вот, я как-то расхлябанно веду себя, расхлябанно говорю. Но на самом деле секрет в том, что нужно с этим своим состоянием бороться. Проведите аналогию в жизни. Наверняка у многих были такие ситуации. Вспомните, ведь человек, который выпил, он наоборот старается сделать вид, что все нормально, что он нормально стоит, что он нормально говорит. Он очень сосредоточен на своем состоянии, но он не думает о нем, а он с ним борется. Он пытается его прикрыть, он пытается окружающим не показать, чтобы никто не заметил. И тогда это становится заметно. А почему это становится заметно? Потому что это узнаваемо. Потому что мы узнаем себя, мы понимаем, как мы ведем себя в такой ситуации. И это видим, это узнаем, и это понимаем. И то же самое на сцене. Артист заразителен и понятен тогда, когда он для зрителя узнаваем. Когда то, что происходит с ним на сцене, для зрителя узнаваемо. Зритель видит себя. И начинает тогда верить артисту. Верить, что этот артист сейчас боится. Перед кабинетом зубного врача. А почему зритель в это верит? Потому что он видит, что артист на сцене борется. Он борется с зубной болью. Либо он может точно так же заняться делом и начать бороться со своим волнением. То есть волнение должно быть. Но я не показываю, что я волнуюсь. Я не начинаю прибегать к штампам, чтобы показать, что ой, тереть руки или что-то быстро ходить. Это может быть. Но только тогда, когда это рождается от борьбы с этим волнением. Когда я хочу свое волнение погасить и пытаюсь заняться делом. Начинаю читать какие-то плакаты. Начинаю считать стулья. Или занимаюсь чем-то, чтобы отвлечься от своего волнения. Но в этом и есть борьба с ним. И за этим интересно наблюдать. Потому что тогда артист находится в процессе. В процессе борьбы. В процессе взаимодействия. А когда артист просто показывает, что он волнуется, тогда я как зритель не верю. Я не подключаюсь. Просто потому, что я понимаю, что мне изображают. Что мне показывают. Точно так же время действия и место действия влияют на нас. Точно так же, как и предлагаемые обстоятельства. И когда мы выходим на сцену, мы перед этим вспоминаем, где мы находимся, когда мы находимся и почему мы находимся. Мы просто берем это как дано. Просто дано. И с этим уже выходим и начинаем заниматься делом. В зависимости от наших предлагаемых обстоятельств. Потому что самое важное на сцене и самое интересное для зрителя это вообще процесс. Это процесс, который происходит с актером на глазах у изумленной публики. Прямо здесь и прямо сейчас. И здесь я бы хотела сказать, в чем отличие артиста из самодеятельности и профессионального артиста. Причем я не против самодеятельности ни в коем случае. Просто это разные вещи. Самодеятельный спектакль может быть тоже очень хорошим. Он может вдруг в какой-то из прогонов получился хороший спектакль. Но это получается тогда, когда просто так сложились звезды. Так сложилось, что артисты ну как-то совпали по своему психофизическому состоянию. Совпали и попали в роль. Ну вот настроение так. Не помешал зритель, партнер хорошо сработал. И вроде все пошло. Но задача профессионального артиста это повторять из раза в раз. Чтобы из раза в раз было хорошо. А как ты можешь рассчитывать на то, что у тебя всегда будет вдохновение? Не всегда. Далеко не всегда. Очень часто бывают ситуации, когда артист не может подняться по каким-то своим личным причинам. Во-первых, все артисты люди и у них что-то происходит в жизни. У них есть родные, у них есть какие-то проблемы. И это тоже может мешать. А задача профессионального артиста каждый раз, на каждый спектакль выходить и проживать все заново. Как будто это только сейчас происходит. И для этого как раз-таки нужна система, нужно понимание того, что с тобой происходит. И нужно понимать, над чем работать. То есть в любом случае артисту нужны знания и навыки, и понимание того, что нужно сделать с произведением, что нужно сделать с собой, для того, чтобы каждый раз заново воспринимать события, которые происходят на площадке. Для того, чтобы понимать, что происходит, нужно знать, как разобрать материал. И мы до этого как раз с вами говорили о том, о первом, самом примитивном разборе материала. Место действия, время действия и предлагаемые обстоятельства. Но эти знания нам дают понимание, как мы находимся на следующем. Что происходит, что мы хотим, к чему мы стремимся. Мы еще с вами отдельно поговорим про мотивацию, сверхзадачу и перспективу в другом уроке, потому что это больше относится к другой теме. Но тем не менее, вы должны понимать, что разбор материала, это не как я себя чувствую. Это вообще не про чувства. В этом, конечно же, есть некая, может быть, даже магия сцены, магия театра. Но она все равно основана на законах. И в этом нам, конечно же, очень помогает система Станиславского. Он, исходя из жизненного опыта, написал те аспекты актерской работы и режиссерской, которые важны для понимания, что происходит на сцене. А когда я понимаю, что происходит на сцене, я не думаю о своих чувствах, я не думаю о том, как я выгляжу. Я думаю только о том, что происходит в сцене. Я думаю о партнере, я думаю о событии. Я понимаю, я беру, задано, что я сейчас нахожусь в каких-то предлагаемых обстоятельствах. И важный момент. Вера в предлагаемые обстоятельства. Что такое вера в предлагаемые обстоятельства? У меня часто спрашивают мои друзья или знакомые, кто не имеет отношения к театру или кино, как вживаются артисты в роль. Вот как они же живут другой жизнью. Но это же про веру в предлагаемые обстоятельства. но это не про то, что я схожу с ума и становлюсь другим человеком. Если я верю до болезненности в то, что я другой человек, ну, это тогда нужно обращаться к врачу. Это все равно профессия. Конечно, в этой профессии много тонких материй, но, тем не менее, это все равно знание, это все равно опыт, это все равно понимание того, что я делаю. потому что, например, как, вот, вы же видели все, как играют дети. Но они же не сходят с ума в этот момент, когда они играют, но они на полном серьезе играют в какую-то, не знаю, войнушку, например. Вот они бегают, что-то друг друга выслеживают, и они в этот момент верят в это. Как верить в предлагаемые обстоятельства? Во-первых, для этого, конечно же, нужна абсолютная внутренняя свобода. Для этого нужно, конечно, работать со своими зажимами, потому что, если я выхожу на сцену и начинаю думать о том, как я сейчас буду ждать приема у зубного врача, то тогда я не буду заниматься делом, а я буду заниматься собой. я буду думать о том, вот как на меня посмотрят, я буду принимать какие-то неорганичные позы, потому что меня будет заботить вопрос, а как я сяду, а красиво ли я буду в этот момент выглядеть. И в этот момент умирает все, абсолютно. В этот момент артист становится неживым, если он так делает, потому что вера в предлагаемые обстоятельства, это когда я сажусь сюда и просто верю, что вот эта дверь, эта дверь к зубному врачу. И моя память, мой опыт, то есть моя память жизни мне помогает. Я настраиваю свои мозги на то, что вот эта вот дверь и мой жизненный опыт мне подсказывает сам, что мне сейчас делать. это очень тонкая грань, она очень сложно ощутимая. Я в это играю, но абсолютно правдиво. На сто процентов доверяйся этому процессу. И для этого нужно, чтобы ты был свободен, чтобы твой организм был подготовлен, чтобы ты занимался делом и чтобы ты понимал, каким делом тебе надо заниматься. Тогда твое внимание направлено на это действие. Тогда твое внимание направлено на то, что происходит в сцене. Ты не пытаешься себя зеркалить. А зритель, в свою очередь, с интересом наблюдает за тем, что происходит с актером, как он меняется. Это же самое большое чудо на сцене, когда ты видишь, как на твоих глазах человек меняется от восприятия происходящего. То есть он верил в то, что вот здесь это происходит и произошло событие, и он верит в это событие и меняется. Вот это живой театр, это живой артист. Но это невозможно, чтобы было только по какому-то вдохновению. Это невозможно. Всегда должен быть разбор очень точный, очень понятный, который нам поможет в этом. потому что разбор с нас снимает как раз-таки вот это лишние мысли, которые нам на сцене не нужны. Разбор тебе уже дает обстоятельства. Он тебя помещает в конкретное обстоятельство. Ты все знаешь про эту сцену. Ты все понимаешь, что здесь происходит. И у тебя тогда появляется одна задача делать свое дело в зависимости от предлагаемых обстоятельств. Опять же таки, все равно это чаще всего борьба с какими-то препятствиями, волнение это или партнер, который делает не то, что нам сейчас нужно. Но это борьба и это путь к достижению своей сверхзадачи. Своей задачи в сцене и сверхзадачи в спектакле. Об этом мы поговорим в следующем уроке по поводу задачи, по поводу перспективы, по поводу мотивации. Но вот этот вот простой, казалось бы, три простых словосочетания, которые, ну, вроде не должно быть вопросов, но они так помогают, это так интересно, это так интересно обдумывать и проводить аналогию с жизнью, потому что, когда мы понимаем, насколько все просто, все вот это вот очень сложное, оно все на самом деле очень просто и оно по большому счету живет по тем же законам, по каким мы живем и в жизни. Но только в жизни у нас это происходит подсознательно, а в театре или в кино мы должны для начала проанализировать это, мы должны это разобрать, мы должны понять. И тогда уже мы включаемся в эти предлагаемые обстоятельства, мы начинаем в них верить и мы начинаем существовать правдиво и точно. Коротенькая, но целостная история. Вы берете, придумываете, какой вы стул. Очень сложно на сцене молчать. Это конфликт. Они не понимают, что значит наблюдать, это как-то непонятно, это тяжело, неясно. Невозможно сидеть, ковыряться в носу, выйти и сыграть от Элла. Этюды и этюдный метод. Что такое этюд? Этюд это коротенькая, но целостная история, которая имеет начало, завязку, кульминацию и финал. В театральном институте артистов учат на этюдах. То есть, до того, как вы начинаете репетировать спектакль с драматургией, очень много разных этюдов. Причем, эти этюды начинаются с раздела «Предметы и животные». Ваша задача, например, взять предмет, его оживить, наделить его какой-то позицией, каким-то стремлением, какой-то задачей в этюде и придумать историю вокруг этого предмета. Например, такой понятный стул. Во-первых, стул может быть разным. Стул может быть красивым, с какой-то красивой обивкой, с деревянными ножками, с подлокотниками. А может быть стул пластиковый, который раскладывается. Это разные стулья. И студент, то есть артист, должен как-то выразить это. И вы берете, придумываете, какой вы стул. Наделяете его какими-то качествами и придумываете историю, некую драматургию вокруг этого стула. То есть стоит стул, проходит один человек, этот человек проходит мимо, или вы хотите, чтобы этот человек как-то присел, а он проходит мимо, или наоборот, вы не хотите, чтобы какой-то человек присел, а он наоборот садится, и вокруг одного предмета раскручивается драматургия, раскручивается история, что идет человек, стул, может быть, очень хочет послужить, он очень хочет выполнить свою функцию, и тут идет молодая красивая девушка, и он очень хочет, чтобы эта молодая красивая девушка присела, как-то чтобы прикоснуться к ней, а она проходит мимо, и стул это воспринимает, то есть мы оживляем предмет, студент пытается оживить его, наделить его человеческими качествами, и вот девушка ушла, и стул воспринял это, и расстроился, а потом наоборот, можно взять стул, который очень старенький, очень уставший, очень потрепанный жизнью, и он в принципе хочет, чтобы его оставили в покое, а тут какой-то человек идет, и садится, и долго усаживается этому стулу больно, он тоже это воспринимает, а потом, когда человек встает и уходит, у него облегчение, и это целая история вокруг стула. Дальше идет раздел с животными, этюды животные, очень важный аспект, это, конечно же, свобода, свобода артиста на сцене, свобода студента на сцене, свобода человека, отсутствие страха показаться смешным, и вера в предлагаемые обстоятельства. Как происходит работа над этюдом животное? Во-первых, нужно обязательно передать это животное пластически, например, если это какое-то животное из семейства кошачьих, студент должен начать искать движение, как двигаются кошки. У них же по-определенному двигаются лопатки, у них по-определенному двигаются лапы, они ступают там очень мягко, они проверяют, как у кошек переключается внимание. Они же по-другому переключают внимание, не так, как люди. И это очень важно суметь наблюдать за этим, суметь это увидеть, потому что, когда ты только попадаешь в театральный институт, ты абсолютно растерян, и ты не понимаешь, где это увидеть, кто мне расскажет, кто мне покажет. Но это приходит с опытом и с пробами, постоянными пробами, но эти пробы важны только при абсолютной вере в предлагаемые обстоятельства, абсолютной вере и желании в это поиграть, желании в это окунуться. И студент начинает вначале пластически пытаться примерить на себя, например, шкуру кошки. Он можно наблюдать, смотреть какие-то ролики, наблюдать за домашними животными, пытаться это перенять, пытаться себя засунуть в это существо, понять логику мышления, понять, что его интересует, какие глаза у этого животного, потому что птицы, у них одни глаза, они так стеклянные практически, у них внимание где-то вот здесь, они по-другому ощущают эту жизнь, опять же таки, у кошек это другое, у них другой взгляд, они по-другому переводят внимание, они охотятся, они видят цель, начинают охотиться, держат эту цель во внимании, и опять мы возвращаемся к тому, что они занимаются делом, и дальше строится вокруг какого-то животного точно так же этюд, какая-то история, то есть с этим животным что-то происходит, например, это животное проснулось, потянулось, и тут увидела кошка, увидела птичку, увидела добычу, эта кошка изменилась на наших глазах и начала действовать, начала охотиться, начала заниматься своим делом, пытаться поймать эту птицу, и очень важно в эти моменты очень точно направить свое внимание, опять, перестать думать о том, как я выгляжу, то есть, естественно, часть работы, которая касается внешних проявлений, она может сопровождаться каким-то зеркалением себя или проверкой каких-то технических движений, насколько, если я вот так делаю, это похоже на движение кошки той же, да, но во время того, как ты находишься на площадке, ты должен перестать об этом думать, мало того, ты должен довести эти движения до автоматизма, чтобы они стали уже твоим существом, это уже становишься ты, ты, опять же-таки, не сходишь с ума, ты в это играешь, но ты начинаешь это ощущать, ты в это по-другому включаешься и начинаешь действовать, начинаешь рассказывать эту историю, историю этой кошки, и на первом курсе студенты театрального училища занимаются вот этим, мне хотелось это рассказать по той причине, что очень часто, мне кажется, у людей не совсем верное восприятие актерской профессии, не совсем верное восприятие вообще пути достижения какого-то мастерства в этой профессии, потому что это не про то, что я выхожу на сцене и мне приносят цветы, это про очень долгую работу и очень болезненную работу в какой-то степени, потому что мы все люди и артисты и студенты, которые приходят, они тоже люди и у них тоже есть страхи, и у них тоже есть непонимание, боязнь, комплексы, зажимы, они тоже есть и артисту очень нужно все это с себя содрать абсолютно и остаться практически голым на на публике. Приходит публика и начинает на него смотреть, а он ничем не защищен. Вот его все внутренности и они вот так, они открыты. Это очень сложный путь, это опять же, повторюсь, это болезненный путь и это очень поступательный путь. То есть для того, чтобы в какой-то момент сыграть отелло, ты вначале должен сыграть стул, для того, чтобы вообще понять принцип существования, понять принцип, что такое внимание, что такое тело, что такое партнер, что такое задача. На примитивном примере невозможно сыграть сразу какую-то симфонию музыкальной. Нужно для начала овладеть гаммой, нужно понимать семь нот. И здесь то же самое. В актерском мастерстве для начала нужно овладеть азами. И пускай это выглядит в какой-то степени смешно и наивно, но такие упражнения дают эту свободу, дают это понимание себя и своего актерского аппарата. После чего, когда эти разделы пройдены, начинается новый раздел этюда на органическое молчание. И может быть я вас удивлю, но очень сложно на сцене молчать. Почему? А потому что, когда мы выходим на сцену, мы очень хотим сразу начать играть. Нам кажется, что если мы не играем, то тогда на нас неинтересно смотреть. И чаще всего первая ошибка у студентов, что они выходят в каком-то простом этюде на органическое молчание, когда нужно выйти и почистить картошку. И студенты думают, что наверное это будет неинтересно. Зрителям не будет интересно смотреть на то, как я чищу картошку. И студент начинает чистить картошку играя. Но вы же понимаете, что в жизни мы когда чистим картошку, мы просто чистим картошку. И здесь опять работает то же самое правило, что мы занимаемся делом. Нам это дело необходимо. Нам по какой-то причине необходимо сейчас почистить картошку. И это очень сложно. Выйти на сцену, сесть перед людьми, которые на тебя смотрят, и не думать о них. Не думать о том, что они о тебе подумают, а заняться делом. И вот в театральном институте очень долго над этим работают, потому что это действительно непросто. не играть что-то, а делать что-то. Не казаться, а быть. В этом как раз суть профессии актерской. Я выхожу на сцену и начинаю на этой сцене жить, быть здесь и сейчас, и заниматься именно тем делом, которое ему сейчас нужно, которое ему сейчас необходимо. необходимо. Вот это этюды, тоже вокруг которых обрастает история. Это этюды на органическое молчание. То есть, когда студент что-то делает, какое-то физическое действие, потом может происходить какое-то событие, которое это действие рушит, но тем не менее, это история с кульминацией и опять на сцене что-то произошло. После этого уже начинаются этюды на взаимодействие с партнером. То есть, мы придумываем какую-то ситуацию, мы понимаем место действия, мы понимаем время действия, мы понимаем предлагаемые обстоятельства этих, допустим, двух людей. И дальше мы берем конфликт. Что такое конфликт? Это очень важное понятие для актера. Конфликт это не ссора, конфликт это расхождение интересов. И даже у влюбленных между ними есть конфликт. Он может состоять в том, что они хотят друг другу доказать, что каждый из них любит своего партнера больше. Но это тоже конфликт. Тогда есть за что зацепиться. Тогда опять появляется вот эта магия, когда между артистами на сцене что-то происходит. Это конфликт. И студенты придумывают какие-то свои микроистории. И только после этого начинаются отрывки. Ну отрывки это уже материал, который предложен драматургом. То есть это сцена из какой-то пьесы, из какого-то спектакля. Это уже драматургия. И важный момент, что в этюдах студенты чаще всего существуют в так называемом я в предлагаемых обстоятельствах. То есть это я, вот как я есть, я, Оля, и я ставлю себя в эту историю. То есть это я. Это как бы я себя вела, если бы я была в этих предлагаемых обстоятельствах. и это в этюдном методе, в этюдной работе предыдущего курса. А дальше уже идет текст драматурга, уже история драматурга. И там уже студент и артист должен присвоить себе характер, образ, понять, что движет этим человеком. Но тоже в начале работа чаще всего ведется этюдно. Что значит этюд, если мы говорим о драматургии какой-то? Это значит, что мы берем сцену и вычленяем из этой сцены конфликт, сам конфликт, суть этого конфликта и пробуем сделать этюд по сути по мотивам этой сцены. Это делается для того, чтобы студент, то есть артист понял, что происходит, в чем вообще суть, почему я здесь, что я хочу. То есть это присваивается, история драматурга присваивается человеку. Он уже чуть-чуть отдаляется от «я» в предлагаемых обстоятельствах и приближается к персонажу. Но это происходит постепенно, невозможно прийти и сразу сделать. Невозможно сразу прийти и сыграть королеву. Это сложно. Ну вот я не королева. Мне нужно пройти путь, чтобы я смогла сыграть королеву, чтобы я поняла, как достичь этого. Потому что, когда я в предлагаемых обстоятельствах, что тоже не очень просто, но это все равно я. А тут мне уже нужно оправдать действия другого человека, моего персонажа. А дальше как это оправдать? И вот этот этюдный метод, он помогает перейти от я в предлагаемых обстоятельствах к уже персонажу и уже к какому-то целостному отрывку, а дальше спектаклю. Это очень важный и очень нужный пласт в образовании актера, который нельзя пропустить мимо. ни в коем случае. То есть обязательно этого нужно коснуться. Если артисты или там бывают такие ситуации, когда там педагоги или режиссеры сразу требуют результата, чаще всего это очень недолговечно, потому что тогда артист не в материале, он может до конца не понимать, что происходит. То есть он автоматически учит текст и его говорит, но он еще не присвоил этот текст, он еще не понял, что происходит. И дальше уже в работе над спектаклем это тоже используется. То есть это не значит, что мы так работаем только когда отрывок. Нет, это также используется, когда целый спектакль. Берутся какие-то отдельные сцены, куски, делаются и тюна, потом это собирается все вместе. и тут уже нужен режиссер или педагог, который это подгонит под общую какую-то канву. Мы еще с вами поговорим о системе Станиславского и в чем его реформа театра. Он вообще первый привнес в театр профессию режиссера, который это все объединяет. но для начала и это домашняя работа артиста он должен понять вот примитивно что происходит что за конфликт что я хочу. Вообще спектакль это живой организм и большая ошибка думать что спектакль финален в день премьеры. По большому счету после репетиционного периода премьера это начало пути спектакля. спектакль все равно начинает жить и хорош тот артист который каждый спектакль пытается как раз таки прожить заново чтобы каждый раз увидеть партнера. Что такое видеть партнера? Нам когда в институте сказали а ты не видишь партнера. Как ты не вижу партнера? Ну вот я смотрю я вижу вот он сидит. Нет ты не видишь партнера. Нет я вижу и как нам вот сидите таращите глаза я вижу партнера. Я вижу партнера. Но ты не видишь партнера. А что значит видеть партнера? Это значит видеть его изменения. И это мы возвращаемся к теме действия. Когда мы видим как партнер меняется. Мы видим что здесь происходит жизнь какая-то. И тогда спектакль складывается. И это живой организм. этот спектакль должен складываться складываться он должен дышать. У артиста работа не может заканчиваться поклоном начинаться гримом а заканчиваться поклоном. Не может быть такого. Артист по сути должен постоянно работать над собой. Хотя вроде непонятно что значит работать над собой как это работать над собой. Ну то есть помимо речевых пластических моментов. Артист должен думать постоянно. В работу артиста входит наблюдение за жизнью. Нужно постоянно наблюдать за жизнью. Причем, когда будущие артисты только приходят в институт, они не понимают, что значит наблюдать. Это как-то непонятно, это тяжело, неясно. А потом, когда ты понимаешь, что это такое, ты уже это делаешь постоянно. Ты постоянно обращаешь внимание на жизнь вокруг. Тебе всегда любопытно следить за человеком, за его проявлениями, чтобы потом это вынести на сцену. То есть работа артиста должна происходить нон-стоп. И это тоже миф, что артисты – это абсолютно праздные люди. Конечно, у артистов другой образ жизни, скажем так, но если ты хочешь быть хорошим артистом, ты должен быть постоянно в процессе. Постоянно в процессе понимания и попыток понимания той роли, которую ты уже можешь играть. Ты можешь эту роль играть не один год или ты можешь сниматься в сериале не первый день, но ты все равно постоянно должен пытаться понять это, ты должен это пытаться постичь, ты должен пытаться на себя это примерить. Жизнь артиста, такая полноценная, она начинается скорее тоже после выпуска из института. Ты за время обучения по сути должен понять себя, ты должен понять, что ты в принципе можешь, где может быть какие-то у тебя минусы, где плюсы. То есть ты должен понять свой актерский аппарат, а дальше с этим и с базой уже строить свою творческую судьбу. Но это нескончаемый процесс. И вот у Станиславского он вообще называл, что высокое искусство – это то искусство, у которого есть задача и сверхзадача. Мы поговорим об этом более детально, но это про идею. Сверхзадача – это про идею, про глобальное что-то. И артист не может не заботиться этим постоянно в своей жизни. Невозможно сидеть, ковыряться в носу или спать, а потом выйти и сыграть отелло. Это просто невозможно. Только когда ты подключен к тому, что происходит, может что-то получиться. Только тогда, когда тебе не все равно. Артист не может выходить на сцену с холодным носом. Ну, так называется. С холодным носом – это значит спокойным. Но мы про спокойствие не про отсутствие волнения перед спектаклем, а про равнодушие. Что я сейчас что-то левой пяткой тут сделаю, зрители смеются. Очень хорошо, я молодец, зарплату получил. Пошел артист. Не про это. Он должен гореть идеи, он должен работать на сверхзадачу спектакля и он должен работать постоянно над собой. Поэтому, на самом деле, это не самая простая профессия и она требует иногда намного большего и физического, и, главное, эмоционального включения. И часто такое происходит, что кто-то после института не продолжает работать. Причем это не всегда, потому что происходит из-за того, что кого-то куда-то не берут или что-то как-то не складывается. А это часто происходит потому, что не все это выдерживают. И, опять же таки, повторюсь, это не про то, что я так серьезно, что я очень верю, что я другой человек. Это к врачу. Это не про театр. Но свое нутро открывать перед зрителем – это про театр. Это артист. Это искусство. Это высокое искусство. И именно это интересует зрителя. Именно это интересно посмотреть. Артист не может же просто быть марионеткой. Нельзя играть плохих людей и нельзя играть хороших людей. Мне надо тогда подключать свою фантазию. Это про человека. Это про личность. И у каждого человека есть своя правда. Ты должен в этом признаться. Иначе не получится быть честным со зрителем. Воображение и фантазия. Для чего нужно воображение? Для чего нужна фантазия? В первую очередь, для того, чтобы артист был соавтором своей роли. Потому что без его соавторства, конечно, образ не может быть полным и артист не сможет так полноценно погрузиться в материал. Даже талантливые ребята, кто одарен как-то в актерском плане, у них не всегда изначально работает фантазия. То есть они поступают, им дают задания делать какие-то этюды, придумывать какие-то сюжеты. Но откуда это брать? И ты вот сидишь и думаешь, так, надо что-то придумать. И ни одной мысли в голове. Но это развивается. Это мало того, что можно развить, это нужно развивать. Потому что без твоей фантазии, без домысливания и дописывания твоей роли тебя в ней не будет. То есть обязательно ты должен прикладывать и свою руку к созданию. Потому что есть драматург, который написал пьесу. Это его видение этой пьесы. Это его видение этой ситуации и этих взаимоотношений, которые поднимаются в этой пьесе. Это его, его детище. Дальше есть режиссер. И у него есть свое видение этого материала. То есть он может закладывать свои уже мысли. Он может свою сверхзадачу, оправдывая, конечно, текст драматурга. Естественно, мы отталкиваемся все равно от произведения, от драматургии и от ее законов. Но артист не может же просто быть марионеткой. Это тогда другой театр. А артист должен уже свое видение, конечно, под бдительным контролем режиссера. Но тем не менее, все равно я должна болеть своей героиней. Я должна домысливать, почему ее волнует это, почему ее волнует то. Без этого не получится художника. А артист должен быть художником. Поэтому нужно это развивать. Как развивать? Во-первых, в любом случае это наблюдение за жизнью. Повторюсь, что наблюдение, наблюдение, еще раз наблюдение за жизнью, это хлеб артиста. Он не может без этого. Иначе ему неоткуда будет черпать. Нужно пополнять свой опыт. Потому что не всегда же нам достается играть то, что у нас было в жизни. Иногда нам достается играть то, чего у нас не было и дай бог не будет. Но если я играю человека, который кого-то убил, мне надо тогда подключать свою фантазию. Подключать свое воображение. Подключать магическое словосочетание «если бы». Если бы я это сделала. То что бы было. То что бы я хотела. Плюс обязательно нужно оправдывать своего героя. И раз мы коснулись такой темы, как, например, если я играю убийцу, нельзя играть плохого человека. Все мы знаем, что убивать нельзя. Что это как минимум плохо. Но я не могу играть плохого человека. Потому что у любого плохого, так назовем, человека, у него есть причины так поступать. Я не оправдываю это с точки зрения морали. Я оправдываю это с точки зрения психологии. То есть любой человек имеет причину своим поступкам. И я, как артист, должен его оправдывать. Но мне может помочь только фантазия и воображение в том, чтобы вообще до этого дойти. Чтобы это придумать. Чтобы это понять. Но это нужно тоже черпать из жизни. Это нужно черпать из книг, из кино, из своих родных. Из того, что нас окружает. Потому что в жизни бывают такие ситуации, которые нарушно не придумаешь. И иногда, кажется, такое происходит. Увидела бы в кино, не поверила бы, что такое бывает. Но я должна это замечать, это подмечать, в свою копилочку складывать, в свой чемоданчик с опытом. А потом это привносить на сцену. То есть мне необходимо развивать свой разум для того, чтобы оправдать своего героя. Потому что по-другому не может быть. Нельзя играть плохих людей и нельзя играть хороших людей. И это интересный момент с точки зрения психологии. Ведь даже если взять двух людей и там, ну вот в жизни есть два человека и у них, ну между ними что-то произошло. Ведь каждый человек на это смотрит со своей стороны. И у каждого человека есть своя правда. И крайне сложно сказать, почему его правда – это правда, а его правда – это не правда. Нет. У них у обоих есть правда. Просто у него правда с его точки зрения, с его позиции и с его предлагаемых обстоятельств, в которые он помещен. А у другого человека все с его точки зрения. Но при этом это правда и это правда. И в жизни все работает только так. Есть много и кино на тему того, как, ну например, в отношениях мужчины и женщины, как одну и ту же ситуацию видит мужчина и как видит женщина. Ну потому что это разные. Ну что, и они могут по-разному рассказывать. Там было первое свидание у молодого человека с девушкой. И вот молодой человек рассказывает про это первое свидание своим друзьям, а девушка рассказывает своим друзьям. И это будет две разные истории. Абсолютно разные. Потому что у каждого своя правда. И очень важно эту правду найти и эту правду присвоить. Очень важно научиться понимать человека. Очень важно научиться интересоваться человеком. Потому что и театр, и кино, неважно, это про человека. Это про личность. И людям интересно это смотреть по той причине, что это про людей. Нам интересно себя ассоциировать с героями. И, соответственно, артист должен в себе искать разные грани. Потому что в нас всех есть все. В силу социума, разного детства, родителей, друзей. У кого-то чего-то больше, у кого-то чего-то меньше. Но это все есть. И нужно научиться это замечать. Нужно научиться фантазировать на эту тему, чтобы это из себя выковыривать. Чтобы смочь оправдать какой-то поступок. И в первую очередь смочь быть честными с самими собой. Потому что у тебя нет возможности соврать. Ты не можешь соврать. Если ты будешь играть очень хорошего человека, это неправда. Потому что в принципе такого не бывает. Не потому что все люди плохие. А потому что есть много граней. А когда все зацикливается на каких-то клише «хороший-плохой», тогда это не живое. Тогда это неправда. И если ты как человек не можешь отдать себе отчет в том, что в тебе что-то есть, какая-то эмоция есть. Если ты не можешь это в себе найти, это в себе выковырять и признаться самому себе, что в тебе это есть, то тогда ты не сможешь быть артистом. Потому что нужно иметь смелость на то, чтобы показать себя плохим. Мы в жизни всегда стараемся нравиться. Нам нужно нравиться. От этого большая часть зажимов, про которые мы с вами говорили. Потому что я хочу понравиться. Я хочу выйти и чтобы сказали, что я молодец, что я такая хорошая, я все хорошо делаю. Я очень хочу понравиться. И так все люди. Это естественно. И поэтому нужно иметь огромную смелость признаться, что есть какие-то, может быть, негативные моменты. Может быть, то, о чем не принято говорить, что это есть. Но для того, чтобы роль получилась полноценной, ты должен в этом признаться. А чтобы в этом признаться, нужно, опять же таки, развивать себя. А чтобы развивать себя, нужно развивать фантазию и воображение. Чтобы у тебя голова постоянно работала. Чтобы она постоянно видела ситуации и анализировала их. Иначе не получится быть честным со зрителем. А зритель воспринимает только честность. Зритель сразу считывает вранье. А насколько считывают вранье дети? То есть, если это детский спектакль, то здесь должно быть в тысячу раз все честнее. Потому что дети считывают это еще быстрее, чем взрослые. Потому что у них взгляд еще не замылен. Но спасение в это только развитие фантазии, воображения и вообще разрешение себе допускать, что есть какие-то, что все не черное и белое, а есть оттенки. И эти оттенки интересны на сцене. За этими оттенками интересно наблюдать. Потому что эти оттенки помогают артисту, опять же таки, изменяться на сцене. И зрителю за этим смотреть и тоже анализировать. Это очень важно. И главное, что это можно развить. Но это надо захотеть. Этим надо заинтересоваться. Этим надо заболеть. Нужно заболеть желанием понять человека. Нужно заболеть желанием понять, как этого человека передать. Чтобы вот тот вот конкретный зритель понял. Чтобы тот конкретный зритель задумался. «А так ли я живу? А то ли я делаю?» И тогда случается контакт артиста и зрителя. И тогда история, рассказанная артистом, попадает в зрителя. Тогда она оставляет какой-то след. Так что развивайте себя. Развивайте свое воображение. Развивайте свой кругозор. Это очень полезно. Что будет представлять из себя поступление в театральный вуз? Эта комиссия вас слушает. Они поняли что-то про вас. Вполне возможно, что вас попросят петь или танцевать. Я не могла двигаться. Я не могла ничего. Мне сказали спасибо. Я ушла. На поступление интересны именно вы. Хотеть, очень сильно хотеть. новый, необъятный и очень интересный мир. Что вас ждет, если вы хотите стать артистом? В первую очередь расскажу, что будет представлять из себя поступление в театральный вуз. Во-первых, вы должны выучить прозу, стихотворение, басню и, по возможности, конечно, иметь какие-то вокальные произведения. Или, может быть, владение инструментом каким-то музыкальным. Или, может быть, вы владеете каким-то танцем. Но по порядку. Вначале идут туры. И количество туров будет зависеть от того, сколько будет поступать человек в этом году. То есть, какой конкурс, сколько человек на место. И вы приходите. Вас чаще всего делят по 10 человек. Вы заходите в аудиторию, где сидит комиссия. Это может быть один-два человека на первых турах. Эта комиссия вас слушает. Вы не должны переживать, если вас будут останавливать. Потому что, когда большой поток людей, то комиссия может слушать человека не все его произведение. Не полностью. И не все произведения. То есть, они посмотрят листочек, где написано, что вы будете читать, что по плану. И выбрать какое-то произведение. Вы начинаете это произведение читать. А вам могут сказать, стоп, спасибо. Просто по той причине, что они поняли что-то про вас. Поняли, насколько получилось их заразить, заинтересовать. Причем, это не значит, что плохо. И не значит, что хорошо. Это значит, что просто понятно. Так как все равно у комиссии большой опыт. И это происходит каждый год. Поэтому, глаз наметан в этом смысле. После этого, если вас отбирают. То вы проходите на следующий тур. На следующий тур. Там у вас уже будут спрашивать. Может быть больше произведений. Может попросят подготовить что-то конкретное. Сказать, что вот можно что-то чуть-чуть в другую сторону. И опять же таки, на всех турах вас могут останавливать. Дальше будет конкурс. На котором уже будет решаться, кого возьмут на курс. На этом конкурсе, вполне возможно, что вас попросят петь или танцевать. И как маленькое отступление, быстренько расскажу историю про то, как я поступала. Надо сказать, что у меня было плохое зрение. Я всегда ходила в линзах. Но так случилось, что в момент поступления по закону подлости у меня началась аллергия. Мне линзы носить запретили. И я как-то туры проходила в очках. Но на конкурс, когда уже полное решение, когда сидит комиссия и должен прийти ректор, мне педагоги, которые принимали на курс, говорят, давай ты будешь без очков. Ну, просто это как-то, видимо, было выгоднее и выигрышней. А зрение у меня было плохое. Я говорю, ну хорошо, без очков. Я выхожу на сцену, чтобы читать. А, и еще одно отступление. Я до поступления в театральный институт занималась спортивными и бальными танцами. Я могла станцевать все, что угодно. Но при этом вокал, это был пробел. И я, значит, выхожу, чтобы читать свое произведение. А перед этим педагоги, которые принимали на курс, чуть-чуть раскидывали. Они знали, у кого какая более выигрышная сторона. И, естественно, помогали поступающим. И они расписали, что вот ты хорошо поешь, ты будешь петь, ты хорошо танцуешь, будешь танцевать. И я выхожу на сцену без очков. Я зал не вижу вообще. То есть это какие-то пятна вместо лиц. Читаю произведение. И это как раз-таки отсылка к нашим урокам по поводу партнерства и по поводу того, что я хочу рассказать вам. Потому что, так как я не видела глаз, я, видимо, читала в никуда с потерянными глазами. Ректор, который пришел смотреть конкурс, это увидел, остановил меня и задал вопрос. Он не спросил, хорошо ли я вижу. Он задал вопрос, какого у меня цвета галстук. А я не то, что галстук. Я его-то вижу. Ну, приблизительно. Я догадываюсь, откуда идет вопрос. У меня ноги не то, что тряслись. Слава Богу, что я не вырубилась там просто окончательно. Я решила догадаться и сказала светлый. В этот момент я услышала, как все, кто сидит в зале, сделают так. Я подумала, что все, я сейчас здесь скончаюсь раз и навсегда. После этого он сказал, ну, хорошо, понятно, спойте. Ну и все. Я не могла двигаться, я не могла ничего. И тут меня попросили петь то, чего я не могу сделать никак. И я начала, единственное, что мне пришло в голову, я начала декламировать текст песни «Где-то на белом светит, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи». Девчонки, которые со мной поступали и сидели на стульчиках рядом на сцене, попытались мне напеть мотив. Это было бесполезно, потому что я уже в подучей. Я договорила стихи песни, мне сказали спасибо. Я ушла, села около двери, ну и подумала, что жизнь на этом закончилась. Но она не закончилась, поэтому это, ну так, история просто про то, как это бывает. И что, по большому счету, если вас присмотрели, то это не повлияет никак, потому что комиссии интересна индивидуальность. Еще я бы хотела сказать про выбор материала. Обязательно берите материал, который вам нравится, который в вас откликается, потому что профессии вас научат там, профессии вас научат в институте. Но комиссию интересуют индивидуальности, комиссию интересуете вы, вот конкретно вы, которые пришли. Комиссия интересна, чем вы болеете, что вас цепляет, что вы хотите сказать этому миру, какой материал вы знаете, это тоже немаловажно. Поэтому обязательно выбирайте тот материал, который в вас откликается, потому что потом вас научат присваивать текст, потом вас научат оправдывать персонажа, потом это вас всему научат. Но на поступлении интересны именно вы. Поэтому я вот очень советую брать материал, который нравится именно вам. Что касается подготовки к поступлению, это каждый человек, конечно, делает свой выбор. Я лично не готовлю к поступлению по принципиальным соображениям, потому что, когда я оказалась с другой стороны и видела поступление, я понимаю, что часто приходят люди, по которым сразу же становится видно, что их готовили. И опять же таки, я тогда не вижу индивидуальность, я вижу педагога, который хорошо подготовил студента. Но не могу рассмотреть самого студента, абитуриента вернее, а мне бы было это интересно. Плюс некоторые педагоги не любят кого-то наученного, потому что считается, что проще научить, чем переучить. Я могу навязать абитуриенту свою точку зрения, а в итоге это не понравится тому, кто в приемной комиссии. Поэтому я считаю, что всегда желательно показать себя и показать свою индивидуальность, потому что правильно вас научат. А вот то, что в вас, хотелось бы увидеть на вступительных. Что касается, если перед вами стоит выбор кино или театр, то вы должны понимать, что в государственных вузах, в основных государственных вузах, вы получаете диплом артист театра и кино. Но вы получаете образование театральное. И вы там работаете на театральной площадке, вы работаете на сцене, вы учитесь существовать на сцене, понимаете все эти законы. Есть один институт в ГИК, который киноинститут. То есть там есть дисциплины, которые более тесно связаны с кино. И там есть режиссерские и операторские курсы, которые берут студентов с актерского факультета на свой, чтобы они помогали им в каких-то там короткометражках, курсовых работах. Но по большому счету, если честно, другого образования там тоже нет. Там точно также играются пьесы, ставятся отрывки. И программа, кроме нескольких кинодисциплин, программа обучения актера та же самая. Поэтому если вы для себя разделяете кино и театр, и вы хотите учиться именно кинопрофессии, то тогда вам нужно искать какие-то, может быть, другие школы. В Москве очень много школ кинопроизводства, где есть очень много курсов актерского мастерства, режиссерского, сценарного по всем направлениям, по всем профессиям, которые возможны в кино. Но в государственных вузах в основном дается образование театральное. То есть вы будете, хотя у вас будет написано артист театра и кино, но тем не менее, материал будет в основном браться театральный и будете вы работать на сцене. А уже дальше вы можете либо идти на повышение квалификации и поступить на какие-то курсы, либо, в принципе, если вы совсем не хотите быть в театре, а хотите быть в кино, вы можете, конечно, пойти в частные какие-то образовательные учреждения, которых в целом сейчас очень много. А что касается дальнейшего обучения, то вы должны быть готовы к тому, что у вас в жизни, наверное, не будет ничего, кроме института, у вас не будет ничего, кроме попыток овладеть этой профессией. Эта профессия занимает все время. Самое тяжелое – это, наверное, первый курс, когда ты только попадаешь, и ты вообще не понимаешь, что происходит, и ты проводишь все время там. То есть у нас, например, занятия начинались по расписанию с 9 утра и заканчивались по расписанию в 9 вечера. При этом после этого были репетиции, при этом в субботу мы учились, а в воскресенье собирались, чтобы отрепетировать какие-то этюды и сделать домашнюю работу. Поэтому вы должны болеть театром и кино, и вы должны очень хотеть, очень хотеть этого. Потому что это сложно, это занимает все ваше существо, все ваше время, все ваши мозги, всю вашу душу. Будет только это. И сама профессия, она вам подарит, конечно, очень много таких ярких впечатлений, которых я не знаю, где еще можно найти. Я не знаю, в какой еще профессии есть такой обмен творческой энергии. Я не знаю, где еще можно найти столько интересных людей. Но если вы хотите быть в этой профессии, вы должны понимать, что нужно на это положить свою жизнь. Потому что у артистов, по сути, они не могут болеть. У них не может быть планов на праздники. Они вообще живут другой жизнью, у них совершенно другой образ жизни. Я крайне редко вижусь со своими друзьями, кто не имеет отношения к профессии. Потому что у меня может быть выходной в среду, а все новогодние праздники у меня елки. Поэтому мы не видимся. И это нормально. И вы должны понимать, что придется чем-то жертвовать. Но взамен этого придет в вашу жизнь какой-то новый, необъятный и очень интересный мир. Что касается, что от вас требуется, как от человека. Первое, что нам сказали, когда мы поступили, что у артиста должно быть три вещи. Номер один – это здоровье. Номер два – это трудоспособность. И номер три – это способности. И именно в таком порядке, понимаете? То есть артист должен быть здоровым. Потому что артисту приходится иногда мало спать, иногда не спать. Иногда работать больше, чем человек может вынести и мозги могут вынести. Иногда работать в таких условиях, в которых нужно здоровье, чтобы в них работать. Если это кино, то вы можете сниматься на морозе в майке. Либо это может быть репетиция в каком-то пыльном помещении. И если вы болезненный человек, то вам это просто физически будет тяжело и практически неподъемно. Дальше – трудоспособность. Это работа, это путь, это трудная работа и трудный путь. Актерская профессия – это не про то, что я сижу в грим-вагоне, меня причесали, накрасили, и я в красивом платье пошла по красной ковровой дорожке. Дай бог это будет. Но это будет только тогда, когда вы проделаете огромный путь и колоссальную работу. И непростую работу. Она эмоционально, морально, физически сложная. И вы должны, опять же таки, положить свою жизнь на это. Но это очень интересно. И дальше, конечно же, у нас идут способности. Понятное дело, что всех, кого берут в театральный институт, значит, они имеют какое-то свое дарование, кто-то больше, кто-то меньше. Но вы должны понимать, что любые способности можно развить. Можно развить свой профессионализм и стать артистом высшего класса. А можно прийти очень талантливым, подающим надежды, но расслабиться, сложить лапки или поддаться каким-то другим обстоятельствам. И тогда уже никаких способностей не останется, они не вытянут. Поэтому я вам советую в первую очередь читать, читать, читать и еще раз читать. Для того, чтобы как раз таки найти тот материал, который в вас откликается и чтобы максимально выявить свою индивидуальность на поступление. Я вам советую смотреть кино, потому что нужно воспитывать вкус, нужно понимать, что такое художественный отбор, понимать, что такое хорошее кино, что такое плохое кино. Я вам советую хотеть, очень сильно хотеть и еще раз очень сильно хотеть. И если вы очень этого хотите, то это обязательно случится. Это обязательно произойдет в вашей жизни. И если это произойдет, то я вам могу точно сказать, что вы попадете в совершенно чудесный новый мир, который вас затянет полностью. Очень люблю артистов, которые неузнаваемы. Он полностью надел на себя другого человека. Ну вот представь, у тебя есть любимый человек и твой любимый человек с мужчиной. Но только это работает, только это можно понять. Надеваешь каблуки и по-другому идешь. Я иду в кроссовках или в кедах, это два разных характера. Образ, характер и биография персонажа. Давайте поговорим, какие пути достижения того, чтобы зритель поверил артисту, который работает на сцене или в кадре, что это другой человек. Что это не тот артист, который был в предыдущем спектакле или в предыдущем фильме. Я, например, очень люблю артистов, которые неузнаваемы. Мне кажется, это очень ценное качество, когда артист может меняться. К сожалению, наши реалии таковы, что все равно в основном берут человека. То есть сейчас другой кинематограф, который... Естественно, я не говорю, что все кино про это, конечно же. Но, тем не менее, чаще бывает, что берут человека, который сам по себе подходит под эту роль. А вот когда артист играет, в хорошем смысле играет роль, мне кажется, это очень ценно. И это самое интересное, когда я смотрю какое-то кино, я даже не понимаю, что это этот артист. Это вот артист так перевоплотился. Это он полностью надел на себя другого человека. И, опять же таки, это все равно путь, это все равно работа. И вот что это за путь? Во-первых, начало, конечно же, идет в разборе пьесы. Чтобы разобрать пьесу, нужно понять событийный ряд персонажа. И дальше к этому событийному ряду найти оправдание каждого поступка. И, например, в пьесе, в драматургии персонаж происходит какое-то событие. Он, допустим, узнает о предательстве. И драматургам написано, что этот персонаж убегает. Вот нужно понять, почему этот персонаж убегает. Что в его характере есть, что его заставило убежать. Не остаться и, например, бороться, а убежать. И здесь мы касаемся такого раздела, как биография персонажа. Что значит биография персонажа? Это то, что происходило с героем до момента пьесы. Это то, что остается за кадром. Это то, что до фильма или до спектакля. Но артист обязан знать биографию своего персонажа. То есть первый этап – это ты находишь в произведении конкретные факты про своего персонажа. И дальше, к этим фактам, анализируя их, ты пытаешься дофантазировать, допридумывать конкретно, какие еще могли быть события, которые повлияли на этого героя. Что он стал делать именно такие поступки, которые уже в пьесе. Что произошло в его жизни, что он так относится к своим партнерам по сцене. Это нужно дофантазировать. Другое дело, что здесь должен быть, конечно же, отбор. Потому что нужно придумывать и писать только те факты, которые тебе реально помогут существовать на сцене. Которые оправдают твое существование на сцене. Потому что, если ты напишешь биографию на 10 страниц таких фактов, как «Эта героиня любит фиолетовый» или «Она в 5 лет ломала палец», эти факты никак не помогут, никак не повлияют. У меня есть в загашнике история, лично моя история, как мы работали с моим педагогом в училище, когда делали дипломный спектакль. Ну, надо сказать, что это педагог, который только благодаря ей я вообще что-то могу. И мне эта история очень дорога тем, что она поменяла во мне. В общем, мы репетировали спектакль. Я играла женщину, то есть это не современный спектакль. Я играла женщину, которая еще в те времена развелась. И из пьесы было понятно, что она презрительно относится к мужчинам. Она такая очень выливая, целеустремленная, на лошади скакала. Ну, такая яркая личность. Кроме того, что она входила в сливки общества и то, что она развелась, там не было прописано каких-то других фактов из ее истории. И вот мой педагог, когда мы как раз были на том уровне разбора пьесы, когда мы придумывали биографию, она мне говорит, ну вот представь, вот у тебя есть там сестра или подруга? Я говорю, да, есть. Она говорит, ну вот представь, кто там тебе ближе, и вот у тебя есть любимый человек. И надо сказать, что я-то была в институте в этот момент, и я была такой совсем молоденькой. А Римма Гавриловна тогда была, ну, уже в возрасте. Это я говорю для того, чтобы вы поняли, насколько по-другому должны смотреть глаза артиста на жизнь. Они должны смотреть намного жестче и конкретнее. Только это работает. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. И она говорит, ну вот у тебя есть любимый человек, есть сестра или подруга, и вот ты представь, что ты возвращаешься домой и видишь, что вот твой любимый человек там с твоей сестрой или подругой. Ну и я там сижу, сколько мне было, 18 лет, я так сижу, думаю, да, я представила, как, конечно, очень, очень неприятная ситуация. Ну, то есть эта ситуация в меня не попадала. Она говорит, ну хорошо, а ты представь, что ты возвращаешься и твой любимый человек с мужчиной. И в этот момент у меня просто внутри что-то поворачивается. Причем это не про там хорошо-плохо, не про осуждение или принятие. Это про очень точную подобранную ситуацию, придуманную, которая меня, как актрису, будет цеплять. Которая в меня будет попадать и которая даст мне понимание, почему на протяжении всего спектакля я так отношусь к мужчинам. И почему во время спектакля, ну во время пьесы, когда у моей героини случается любовь, она не дает себе права там вступить в отношения, не дает. Почему? И это очень точно. И когда мне это говорил педагог, который был в этот момент в возрасте, у меня, ну то есть такая конкретика, такая жесткая конкретика. Но только это работает, только это можно понять. Потому что нельзя сыграть зеленое. Ну вот сыграйте мне зеленое. Что зеленое, кого зеленое, куда, почему зеленое. Я это не понимаю. А когда мне дается очень точно сформулированная задача, очень точно сформулированная ситуация, все, эта ситуация уже во мне. И мне дальше, когда я выхожу на сцену, мне не надо каждый раз думать про эту биографию. Мне не нужно каждый раз представлять эту картинку. Я уже это поняла. Я уже поняла, почему я так отношусь к своим партнерам по сцене. И это очень важно. Причем биографию не надо писать на 125 листов. Нет. Нужно несколько очень точных фактов, которые оправдают твое существование и помогут тебе существовать точнее. Чтобы ты понимал, почему ты так смотришь на других людей. Чтобы ты понимал, что ты хочешь от других людей. Вот это называется биография. Когда я выхожу и произношу реплику, я должна понимать, почему я эту реплику произношу. Я должна понимать, как я отношусь к человеку, которому эта реплика адресована. А я не пойму это, если я не буду знать свою биографию. Работать над образом важно и внешне. То есть, помимо того, что нужно, конечно же, учитывать исторический момент, в который происходит пьеса. Произведение, в котором вы играете. Потому что, естественно, если это 30-е годы Америки, это одно. А если это 80-е годы Советского Союза, то это совершенно другое. И люди другие, и у них идеология другая. И они по-другому смотрят на этот мир. И они по-другому воспринимают события, которые происходят в произведении. То есть, это меняет полностью характер. Это меняет полностью все. И это меняет, главное, ваше отношение. А что такое отношение? Главное, что отношение, есть такая фраза, его нельзя играть, его нужно иметь. Но тоже я буду знать, как я отношусь ко всему происходящему, к своим партнерам или к событиям. Только тогда, когда я понимаю себя, когда я понимаю, в чем моя позиция. А отношение – это и есть позиция. С какой позиции я смотрю на этот мир. И в это включается, естественно, и исторический момент происходящего. Потому что мы зависим от того, что происходит у нас вокруг. Наша жизнь и наше проявление от этого зависят. Плюс то, что мы говорили про личную биографию. Конечно же, сюда входит еще и внешняя работа. Внешняя – это костюм, грим. И очень важна пластика. Важно понять походку. Что такое для артиста походка? В первую очередь – это обувь. Вы же прекрасно понимаете, что, например, женщина босиком и женщина на шпильке ходят по-разному. А главное – она себя ощущает по-разному. Надеваешь каблуки и по-другому идешь. У тебя походка другая, у тебя позиция другая, у тебя другое ощущение себя. И от этого ты по-другому смотришь на мир. Ты по-другому смотришь на своих партнеров. Если я надеваю высокие каблуки и иду, я по-другому буду смотреть на мужчину, который на меня смотрит. А если при этом я иду в кроссовках или в кедах, это мне дает другую походку. Это мне дает другое ощущение себя. И на того же мужчину я буду смотреть по-другому. А это уже зависит от вашей роли, от вашего образа, от вашего характера. И это тоже нужно искать. Кстати, здесь можно вернуться к разделу этюдов с первого курса театрального института про животных. Очень интересный путь – это понять, твой персонаж – это какое животное. Очень интересно понять, потому что животное дает нам ощущение походки, пластики, позиции и ощущение глаз. Это те вещи, которые могут вам дать зерно роли. Вы можете через это понять своего персонажа, ощутить его. А дальше уже накладывается биография и все остальное. Вот из этих моментов складывается образ, складывается характер. Нам рассказывали тоже, что когда ты получаешь новую роль, ты понимаешь, что это не ты в предлагаемых обстоятельствах, а это другой персонаж с другой историей, с другим видением мира, с другим отношением к этому миру. Значит, ты должен понять этого героя, ты должен попробовать. И опять артист должен работать постоянно, он должен работать дома, он должен работать в быту своем. То есть он может примерять это в бытовых каких-то. А вот как этот человек ест? Ну вот как? Он же может есть руками, чавкая, а может сидеть на краешке стула и держать приборы в руках. Но это сразу два разных человека. Может человек зайти в помещение и плюхнуться, не глядя на любую плоскость. А есть человек, который зайдет и проверит каждый стул, нет ли там пылинки, соринки, краски, еще чего-то и отряхнет это. Это два разных характера. И эти характеры складываются из отношений, из позиции. И это надо искать. Надо искать то, как твой персонаж сидит. Потому что можно сидеть откинувшись и понимать, что ты король этого мира. А можно сидеть, ощущая себя пятиклассником, которого вызвали в кабинет к директору. Это разное. И это надо искать. И это надо пробовать. Поэтому артист должен быть пластилином. Он должен быть податливым. И это не про ежедневные физические нагрузки. Это не про спорт в понимании, не знаю, поднимание тяжести или бега на 125 километров. Это не про это. Это про то, что артист должен быть пластичным. Это про то, что артист должен обращаться со своим телом. Причем неважно, высокий он или маленький, полный он или худой. Это неважно. Важно только то, чтобы артист мог этим работать. Чтобы он знал, как это делать. Чтобы он умел и чтобы он, естественно, не стеснялся себя, а понимал, как пластически передать. Как пластически включиться. Главное, не застесняться этого. И в идеале, как получить от этого удовольствие. Первое – это артикуляционная разминка. Трубочка, улыбка. Вот, лицо у вас расслабилось. Попробуем извлечь звук. Ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба. Что такое речь? Это извлечение звука и, собственно, рождение слова, при помощи которого вы общаетесь со своим партнером, со своей аудиторией, со своими близкими, родными, неважно. Для того, чтобы звук выходил правильно, нам нужно подготовить наш речевой аппарат. Первое – это артикуляционная разминка. Я сейчас покажу вам несколько упражнений, которые вполне возможно, что вам покажутся немного смешными. Во-первых, губы. Губы, как и язык, это мышцы. И их обязательно нужно разминать. Опять же, точно так же, как и спортсмены работают над своими мышцами, над их разминкой, над их растяжением, над нагрузкой на мышцы. Точно так же и вы, если хотите говорить правильно, красиво и доносить свою мысль, и вы должны разминать свой речевой аппарат. Очень непривычное, может быть, ощущение, потому что, повторюсь, здесь мышцы, и когда, вы же сами знаете, если вдруг вы лежали месяц дома, а потом решили десять раз отжаться, на следующий день у вас будут болеть руки. Здесь абсолютно то же самое, поэтому не пугайтесь и все равно пробуйте. Сделали несколько раз упражнение трубочка-улыбка, трубочка-улыбка, трубочка-улыбка. После этого взяли эту же трубочку, вытянули вперед и попытались делать движение наверх и вниз, не размыкая ваш поцелуйчик и не двигая подбородок. Это может не сразу получиться, это нормально, тоже этого бояться не нужно. Вверх-вниз, вверх-вниз. Точно так же пробуйте вправо-влево, опять же таки не двигая челюстью. Дальше также пробуйте по кругу по часовой стрелке, против часовой стрелки. Но следите, чтобы у вас не открывалась в этот момент челюсть, потому что задача размять именно губы, а не челюсть. Следующее упражнение, можете покусать губы. Верхнюю, нижнюю, по очереди, как вам удобно, это не принципиально. Потом помять между зубов обе губы. Потом упражнение нужно губами погладить свои зубы. Здесь вы можете уже не бояться открыть рот пошире. Когда вы чувствуете, что у вас губы уже очень устали, можно сделать расслабляющее упражнение. Можете, если вам некомфортно, прикрыть рот рукой и сделать это в ладони. При этом не забывайте, чтобы расслаблялось все лицо. Как мы говорили на уроке о разминке актерской, лицо это тоже мышца и здесь тоже есть напряжение. Для того, чтобы снять напряжение с губ, нужно снять напряжение со всего лица. Не бойтесь, что в этот момент у вас может быть выражение такое расслабленное. Может быть, в какой-то степени выглядит выражение лица глупым, но это ничего страшного. Скорее всего, вас никто не увидит во время того, как вы делаете эту разминку. Можете потрясти головой вместе. Вот, лицо у вас расслабилось. Дальше, язык. Делаем уколы языком. В правую щеку, в левую. В правую, в левую. Дальше, языком пытаемся облизать наши зубы, но не размыкая губ. То есть губы у нас сомкнуты, а язык облизывает зубы. И в другую сторону. Дальше, вы можете взять свой язык и попробовать скатать его, как ковер, к небу внутрь. Можете помочь себе зубами, то есть зацепить язык, его туда закатать и зубами попробовать на него нажимать. То же самое в обратную сторону. Зацепляете кончик языка за нижние зубы и покусываете его. В принципе, разминка для губ и языка может быть практически любой. Насколько хватит вашей фантазии, что кто-то умеет складывать язык трубочкой, кто-то не умеет этого делать. Это не страшно. Любые движения, особенно непривычные, вам помогут размять ваш речевой аппарат. Когда устаете во время разминки, опять делаете расслабляющие движения. Дальше, вы можете кончиком языка попытаться достать до кончика носа. Не важно, получается это или нет. Главное стремление. Главное, чтобы растянулась мышца языка. И наоборот, вниз к подбородку. Опять, если устали, расслабились. После этого нам необходимо поработать с дыханием. В чем разница нашего дыхания в жизни и на сцене? В жизни мы, к сожалению, привыкли дышать грудью и плечами. Это поверхностный вдох, который не дает нам правильного выхода звука. На сцене артисты, ну и желательно все люди, которые хотят говорить хорошо и красиво, должны дышать животом, диафрагмой. Она находится вот здесь. И если мы делаем вдох в живот, мы сейчас с вами потренируемся, как это делать, то диафрагма правильно выталкивает поток воздуха и ваш звук идет точным и красивым. Ваш голос тогда более глубокий, более полный, более звучный. Попробуйте лечь на спину, положить одну руку на живот, одну руку на грудь и последите за тем, как вы вообще дышите. Скорее всего, вы обнаружите, что вы дышите грудью, что у вас поднимается рука, которая лежит на груди. Это неверно. Поэтому для этого проверьте. Две руки лежат и через нос, всегда вдыхаем через нос. Через нос делаем вдох и набираем воздух в живот. А потом живот, можете даже помогать себе рукой, чуть на него надавливая, чтобы просто почувствовать этот толчок. И потом живот и диафрагма выталкивает воздух через столб сюда. Поэтому вы набрали, вытолкнули воздух, набрали, вытолкнули воздух. И пробуйте выдыхать открытым ртом горячим воздухом. Так, как будто вы греете ладони на морозе. И вот так еще раз. Плечи у меня на месте. Грудная клетка у меня на месте. У меня движется только живот. Единственное, будьте, пожалуйста, осторожны, потому что, когда вы начинаете делать первые разы упражнений с дыханием, у вас может чуть-чуть закружиться голова. Это по той причине, что, опять же таки, в жизни мы привыкли дышать поверхностно. И у нас организм так не насыщается кислородом, как если бы он насыщался, если бы мы дышали животом и правильно. Поэтому аккуратней следите за собой. Если понимаете, что чуть-чуть закружилась голова, посидите, полежите, отдохните, остановите упражнения. Потом попозже продолжите. Опять же таки, от раза к разу это будет все легче, все проще, все понятней. Дальше упражнение на дыхание. Вы можете взять свечку. Можете представить, что она у вас есть. И что мы делаем? Мы, опять же таки, через нос в живот делаем вдох. И потом пытаемся задуть свечку резким, быстрым выдохом. Чтобы пламя свечки потухло. Вы ее можете держать достаточно близко, потому что, конечно, если она далеко, то, тем более с первого раза, это не получится. И затушили свечку. Можете добавить звук «Ха». После этого вы точно так же вдыхаете воздух через нос, но выдыхаете, наоборот, не активно и быстро, а очень аккуратно и медленно. Чтобы эта свечка не потухла. Выдохнули. Все это время я очень-очень медленно выпускала воздух. Но точно так же мне помогала в этом диафрагма. Но я поток выдоха, поток воздуха контролировала. Для этого есть еще упражнение. Вы можете взять какое-то любимое стихотворение или скороговорку. Не важно что. И попробовать распределить свой выдох вначале на одну строчку, потом на две строчки, потом на три строчки. А может быть, в финале и на все стихотворение. Это полезное упражнение для того, чтобы научиться контролировать свое дыхание и управлять им. Потому что бывает, что у нас много текста, и мы не можем постоянно добирать воздух. Во-первых, у нас может закружиться голова. Во-вторых, это сложно для зрителя воспринимать такую речь. Попробуем извлечь звук. Что нам для этого нужно? Мы вспоминаем, как мы с вами набирали воздух в диафрагму, а потом выталкивали горячим выдохом воздух обратно. И смыкаем губы и пытаемся, сохранив вот этот столб, который у нас с вами образовался при выдохе, сохраняя этот столб, помычать сюда, в губы, в верхние зубы, в верхнее небо. И помычали. Включайте голову и направляйте головой выдох и звук именно сюда. Тогда, когда звук у вас летит в этот купол, который образовался при правильном выдохе, создается хорошее такое полное глубокое звучание. После этого, следующий этап упражнения, мы делаем все то же самое, но в финале, после того, как мы чуть-чуть помычали, мы открываем рот и говорим «ма». И помогайте себе рукой, потому что жесты нам помогают. Если вам нужно, чтобы ваш звук долетел дальше, вы не можете делать вот так. Тогда у вас будет «ма», звук будет выпадать и падать где-то у вас здесь, около ног. А нам нужно докинуть звук туда, вот до самого дальнего ряда. И не важно, это артист в театре или, может быть, какая-то конференция, и вам нужно, чтобы вас услышала вся аудитория. «М-ма». И я помогаю рукой извлечь звук, бросить его туда, на задние ряды. При этом важно, чтобы губы от сомкнутости открываете постепенно, расслабленно, и вот как, чтобы рупор ваш аппарат сработал. «М-ма». И все шире и шире открываем. «М-ма». Вот так извлекается звук. Дальше есть буквосочетания, которые помогут дикционно размять себя. То есть у нас вначале была артикуляционная разминка, потом дыхательная разминка, и теперь дикция, чтобы все наши звуки и буквы были слышны. Первое, самое простое, берем слог «ба», и пробуем кидать по всем правилам, которые я до этого объяснила, пробуем кидать туда, дальше, как будто вы закидываете мячик в корзину. Включайте свое тело, не бойтесь, не стесняйтесь. «Ба», «Ба», «Ба». И всегда мы звучим на выдохе. На задержанном дыхании практически невозможно звучать, потому что воздух не будет извлекать звук. «Ба», «Ба», «Ба». Закидывайте этот мячик вместе с этими звуками, кидайте туда. Дальше увеличивайте количество слогов. «Ба», 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 и всегда на выдохе, всегда активно, всегда я хочу до самых задних рядов достучаться, обязательно. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Дальше вы можете делать такое количество слогов, насколько у вас хватит дыхания. То же самое делаем с МА. 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 Кидаем звук, наслаждаемся этим ощущением, когда красивый, наполненный звук выходит из вашего речевого аппарата. Это даже физически можно ощутить. Это большое наслаждение, когда вы начинаете слышать, что ваш голос на самом деле намного ниже, намного полнее, намного глубже. Потому что обычно мы говорим в жизни на связках, и тогда звук становится очень плоским, высоким и сложным для восприятия. А когда мы говорим на выдохе, на опоре, на диафрагме, тогда у нас уже льется совершенно другая речь. Можете попробовать встать, поставить ноги чуть шире плеч, их чуть подсогнуть и попробовать ба-ба-ба-ба, поговорить вот вниз, ощущая низом живота этот звук. Ба-ба-ба-ба-ба. Тогда вы почувствуете, насколько вы можете играть своим голосом, насколько вы можете брать разные уровни звучания вашего голоса. И, естественно, если вам приходится выступать на сцене и общаться с аудиторией, это навык, который сделает вас интересным, сделает вас заразительным, вас захочется слушать, потому что это будет как минимум приятно, это будет ласкать слух ваших зрителей. Дальше вы можете использовать то, что, как я сказала, на ба-ба-ба любые буквосочетания. Их очень много. К сожалению, мы ограничены во времени, поэтому мы не сможем пройти с вами полностью по всему алфавиту. Но имейте виду, что при желании собой заниматься, при желании себя развивать, вы можете это делать самостоятельно, вы можете сами придумывать, что вы будете говорить, как вы будете это компоновать. И, конечно же, не без скороговорок. Мы с детства многие знаем скороговорки, много скороговорок каких-то просто на слуху. Вы можете их брать и пытаться постоянно тренировать четкость вашей речи. И есть секрет скороговорок. В чем он состоит? Если вы думаете о буквах, если вы думаете о словах и о том, как скороговорку произнести, вы очень быстро сможете сбиться, потому что вы не думаете о перспективе, вы не думаете о мысли, а нужно рассказывать историю, потому что любая скороговорка, это может быть коротенькая, может быть подлиннее, но это история, которую нужно рассказать. А когда мы рассказываем историю, у нас всегда есть то, к чему мы ведем. У нас всегда есть в нашей голове, в нашей фантазии картинка этой истории. Мы понимаем, что там происходит. Поэтому, когда вы берете какую-то скороговорку, в первую очередь поймите, про что она, что там рассказывается, что случилось, с кем случилось, почему случилось и рассказываете историю, а уже буквы, слова и звуки будут рождаться сами. Естественно, если перед этим вы разомнете свой артикуляционный аппарат, потому что, если вы только проснулись и еще вообще не понимаете, где вы находитесь, конечно, скороговорку, даже понимая смысл ее, невозможно рассказать, все равно мышцу надо размять. Но с размятой мышцей, с тренировкой дыхания, когда вы знаете мысль, вы очень точно сможете ее донести до зрителя. Например, скороговорка про дрова. На дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь двора. Не вместит двор дров, надо дрова выдворить на травяной двор обратно. Скороговорку эту можно произнести, только если вы понимаете, про что речь, про какие дрова, где они лежат и что с ними нужно сделать. И вообще, когда вы оказываетесь на сцене, когда вам нужно рассказать какую-то историю, пускай это презентация вашего проекта, но это все равно история, которой вы хотите заинтересовать зрителя. Так вот, обязательно понимать нужно про что. И не надо писать, если вам нужно представить что-то, какой-то свой проект, не надо зазубривать это, не надо зазубривать конкретные предложения, потому что, когда вы выйдете на сцену, скорее всего, что-то произойдет, что вас может сбить. Может быть, вы не ожидали, что так ярко будет светить свет в глаза. Может быть, вы не ожидали, что будет так много народу или, наоборот, так мало. Вас это может сбить. И если у вас слова зазубрины, то они у вас могут просто забыться. У артистов это называется белый лист. И это страшный сон. Это я не пожелаю никому. Такое бывает, когда ты выходишь и вдруг случается белый лист, когда ты не понимаешь даже приблизительно, что ты сейчас должен сказать. И тогда вас может спасти только мысль. Не зазубренные слова, а мысль про что, о чем, тезисно, что вы хотели сказать. И опять же таки, выцепляетесь за свое дело, за свою мысль и пытаетесь донести глобально, полностью свою мысль, имея перспективу, к чему вы все свое повествование ведете. И если вы будете придерживаться этих правил, то тогда у вас все получится.